После смерти музыканта Иннера его вдова вторично вышла замуж за шевалье де Жорже, одного из приверженцев Марии Антонетты, который позднее пытался устроить побег королевы, заключенной в башню Тампля. Жорже послужил прототипом героя романа «Дюма отца» Шевалье де Мезон Руж. В обстановке надвигавшихся трагических событий Лору Иннер, которой исполнилось всего 16 лет, спешно выдали замуж за графа де Берни. Новобрачные почти тотчас же были арестованы. Падение Робеспьера спасло им жизнь. В 1799 году Габриэль де Берни поступил на службу по ведомству снабжения армии провиантом. Тогда-то он и сделался коллегой Бернара Франсуа. В 1800 году он стал столоначальником в одном из отделений Министерства внутренних дел, а в 1811 году сделался советником Парижского суда. У супружеской четы было девять детей. Двое из них, сын и дочь, умерли. Семье многое не ладилось. Габриэля де Берни мучили недуги, и в 50 лет он казался стариком. Сварливый, желчный, вечно брюзжащий, он постепенно терял зрение и предоставил жене полновластно распоряжаться поместьем, которое она краила и перекраивала по своему усмотрению. Однако муж постоянно попрекал ее, донимал своими сетованиями и срывал на ней гнев. Прошлое супругов было мрачено странной и прискорбной историей. С 1800 по 1805 год граф и его жена жили раздельно. В ту пору Лора де Берни страстно влюбилась в свирепого корсиканца, которому и отдала свою молодость. От этой связи у нее родилась дочь Жюли. Потом ужасный Кампи исчез. Супруги помирились, и господин де Берни порой терпел вильпорези Жюли Кампи. Это была девушка редкой красоты, дивный цветок Бенгалии. После возвращения вильпорези, Анредо Бальзак часто встречал госпожу де Берни и ее детей. Барышни в белых платьях и их родители в черном присутствовали на деревенском празднике. Были они и на крещении ребенка Луизы Бруэтт, кухарки Бальзаков. Дамы-соколицы играли вильпорези роль владетельных особ. Бальзак, Лорис-Сюрвиль, февраль 1822 года. «Хочу тебе сообщить, что мадемуазель де Берни упала и чуть было не переломала себе все ребра». Примечание. «Агюстина Жанна Антуанетта, вторая дочь госпожи де Берни». «Что мадемуазель Элиза вовсе не так глупа, как мы воображали. У нее большие способности к живописи, особенно ей удаются карикатуры. Кроме того, она музицирует». «Примечание Луиза Эмманюэль, в доме ее звали Элиза, третья из оставшихся в живых дочерей госпожи де Берни. «Что госпожа де Берни торгует овсом, отрубями, зерном, сеном для скота. Ибо после сорокалетних размышлений она поняла, что деньги — это все. Господин де Берни видит в этом году не лучше, чем в прошлом. В доме у них теперь тише, ибо он отдал двоих сыновей в колледж. Говорят, все дело обстряпал господин Эмманюэль. «Примечание» — жилец и друг семейства де Берни. Одному из них выхлопотали стипендию. «Госпожа Мишлен родила дочку Мишлину, отцом которой числится господин Мишлен». «Примечание» — Эмилия Габриэль, старшая дочь госпожи де Берни, родилась 20 января 1794 года за месяц до ареста матери. 23 ноября 1819 года вышла замуж в Вильпаризи за Антуана Виктора Мишлена, судью в Шартре. А вообще-то дети госпожи де Берни одни только и умеют смеяться. Танцевать, есть, спать и разговаривать, как должна. Да и сама она, женщина, все еще очень любезная и любвеобильная. За этим шутливым тоном скрывался весьма живой интерес Оноре. Посещавший дом на околице, где он давал уроки младшим детям Берни, пленился их матерью. Не то чтобы она этого хотела. Она не скрывала, что ей 45 лет, что она уже бабушка и, разумеется, не собиралась соблазнять 22-летнего юношу. Очень насмешливая, даже язвительная, госпожа де Берни весело подтрунивала над манерами Оноре, над его хвастливостью и честолюбивыми помыслами. Но при этом она признавала в нем незаурядный ум, редкостный дар импровизации и пылкую натуру, что полностью искупало все недостатки. Юноша рассказывал ей о своем детстве, когда он был совершенно заброшен матерью. И госпожа де Берни внимательно слушала горячую исповедь молодого человека, чьи раны все еще кровоточили. Со своей стороны он не уставал расспрашивать ее о придворной жизни при старом режиме. Оноре живо ощущал контраст между буржуа из квартала Маре, друзьями его родителей, и этой крестницей королевы. Он упивался звуками ее серебристого голоса. Когда она произносила «ша», это звучало как поцелуй. Таким образом, сама того не ведая, она расширяла смысл слов, увлекая мою душу в неземные выси. Но постепенно он понял, что желает ее, ибо она все еще пробуждала желание. Ее миловидное лицо светилось умом и добротою. Кожа на шее и на плечах была, как у юной девушки. А главное, он угадывал, что это женщина, и только она может дать то, чего ему недоставало — вкус, знание света, что она утолит страстную жажду любви, обостренная его возрастом, чтениями и вольными разговорами отца. Любовь, как и гения, рождает наитие. Он полюбил внезапно, еще мало что понимая в любви. Для неловкого, неопытного юноши перейти от шутливых речей к попытке овладеть женщиной, которую все глубоко уважают, — подвиг почти немыслимый. Каждый день, расставаясь с госпожой Деберни, он раз спрашивал себя, будет ли она моей. Но любовь его была скорее нежной, чем дерзкой, и он долго не решался заговорить. Между тем он знал, что она несчастлива. Он видел, как она страдает от порывов гнева и от ничтожества своего мужа. Семь лет назад она потеряла сына, который был бы теперь сверстником Оноре. И это создавало между ними какую-то духовную связь. Порой воспоминания об умерших помогают живым. Он знал, что у нее был любовник, и от этого она казалась ему менее неприступной. Наконец, быть может, это случилось осенью 1821 года, быть может, весной 1822 года, он отважился на признание. Прежде всего, вы усмотрите в этом превосходный повод для своих самых остроумных насмешек, или же повод позабавиться, что так отвечает складу вашего ума. Бальзак, госпожа Деберни, март 1822 года. Знайте же, сударыня, что вдали от вас живет человек, душа которого, какой чудесный дар, преодолевает расстояние, мчится по невидимым небесным путям и постоянно устремляется к вам, чтобы, опьяняясь радостью, всегда быть рядом. Человек этот с восторгом готов причаститься вашей жизни, ваших чувств. Он то жалеет вас, то желает и при этом неизменно любит со всей пылкостью и свежестью чувства, которые расцветают лишь в молодости. Вы для него больше, чем друг, больше, чем сестра. Вы для него почти что мать. Нет, вы больше, чем все они. Вы для меня земное божество, к которому я обращаю все свои помыслы и деяния. В самом деле я мечтаю о величии и славе только потому, что вижу в них ступеньку, которая приблизит меня к вам. И задумывая что-нибудь важное, я всегда делаю этого имя ваше. Вы даже не подозреваете о том, что стали для меня поистине ангелом-хранителем. Словом, вообразите себе всю ту нежность, привязанность, ласку, восторженность, которая только может вместить человеческое сердце. Они, я в это верю, переполняют мое сердце, когда я думаю о вас. Все это было правдой. В юности человек почти всегда верит в то, что он пишет в любовных письмах. Госпожа де Берни посмеивалась на Доноре. Над его вздохами, его романами, его манерой одеваться и держать себя. Он не отступал. Что за удовольствие для женщины с возвышенной душою смеяться над несчастным. Чем дальше, тем яснее я вижу, что вы не любите меня, что вы меня никогда не полюбите. И упорство мое сущее безумие. Но все-таки я упорствую. Она ответила ему, что всегда останется для него женщиной, окруженной своими детьми. Что ей уже сорок пять лет и что она ему в матери годится. В самом деле, госпожа Бальзак была на год моложе дамы соколиц. Великий Боже, да будь я женщиной сорока пяти лет, то сохрани я при этом привлекательность, я вел бы себя совсем не так, как вы. Я бы отдался во власть своего чувства и постарался вновь обрести наслаждение молодости, ее чистые иллюзии, ее наивные мечты, все ее очаровательные преимущества. Он знает, что ему недостает изящества и отваги, присущих настоящему любовнику. Однако он пишет, я похож на тех юных девиц, которые на вид угловаты, глупы, боязливы, кротки. Но под этим внешним покровом таится пламя, и она способна испепелить очаг, дом, все вокруг. Он сравнивает себя с Жан-Жаком Руссо в исповеди. Ведь и он, Бальзак, принадлежит к тому типу любовников, о котором мечтает женщина, похожая на госпожу де Варанс, готовая соединить в себе любовницу и мать. Примечание, в доме госпожи де Варанс несколько лет прожил юный Жан-Жак Руссо. Недаром госпожу де Берни зовут Лора, так же, как зовут и мать, и любимые сестру Оноре. Но сестра занимает теперь место лишь в его воспоминаниях и в его душе. Вокруг новой Лоры водят хоровод Амуры, всегдашние спутники страстных надежд. Между тем, бедная Лоранса одиноко жила в Сен-Манде со своим запутавшимся в долгах трубадуром. Она была беременна и все лучше узнавала дорогу в ломбард, где исчезли и навсегда ее бриллианты и чудесная кашемировая шаль. Монзегль попросил тести стать его поручителем, он пытался взять в долг пять тысяч франков. Бернар Франсуа, полагая, что следует пресечь мотовство Монзегля, этой новой бочки Донаид, отказал наотрез. Лоранса мучительно страдала от подобных ссор. У нее чуть было не произошел выкидыш. Госпожа Бальзак чувствовала себя как в аду, видя, что за дочерью нет никакого ухода. Юная восемнадцатилетняя женщина и двадцати четырехлетний акушер, которого никто не знает, достаточно только взглянуть на него, и вы побоитесь доверить ему даже кошку. Наконец, тревога миновала, и в апреле тысяча восемьсот двадцать второго года госпожа Бальзак отбыла в Байе. Он уже остался в Вильпаризи в обществе отца и бабули. Если бы не строгий надзор, он бы охотно проводил весь день в доме на околице. Там его принимали довольно любезно, но дружбы ему уже недостаточно, он хочет большего. Когда я вас увидел впервые, чувства мои пришли в волнение. Ваш возраст для меня не существует, а если я и вспоминаю, что вам сорок пять, то вижу в этом лишнее доказательство силы моей страсти. Так что ваши годы, быть может, и делали бы вас смешной в моих глазах, если бы я не любил вас. Теперь же это напротив, только сильнее привязывает меня к вам, чувство мое становится только острее, и то, что это кажется странным и противоречит общепринятым взглядам, еще усиливает мою любовь. Один я могу по достоинству оценить ваше очарование. Если госпожа Де Берни отвергает его клятву верности, если она предлагает ему лишь дружбу, то он перестанет с ней видеться. Чего она страшится? Ходячей морали, обычаев, презрения окружающих. Он знает, что она придерживается философических принципов, то есть морали восемнадцатого века. Если она искренне разделяет эти идеи, то ведь из них следует, что мы умираем бесповоротно, что нет ни порока, ни добродетеля, ни ада, ни рая, и нам надлежит руководствоваться лишь следующей аксиомой, стараясь испытать в жизни как можно больше радостей. Если они станут любовниками, это не только не обесчестит ее, а наоборот послужит к их общей чести. День за днем он посылает ей страстные послания, часто они по-настоящему прекрасны. Бальзак всякий раз пишет черновик, а то и два, и, переписав письмо набело, сохраняет эти черновики. Он даже отваживается делиться с ней своими философскими раздумьями. Он и раз знает, что она умна, и надеется заинтересовать ее, описывая ту цепь сознания, которая по теории лебница протянулась от монады к человеку. Он говорит, что деревья уже по одному тому, что они рождаются и растут, наделены сознанием, правда крайне смутным. Лора де Берни все это выслушивает, улыбается, а затем приказывает молодому философу не говорить ей больше о любви, в противном случае она перестанет с ним видеться. Примечание Лейбниц Готфрид Вильгельм, 1646-1716 годы, немецкий математик, философ-идеалист, автор учения о монадах, нематериальных первоначальных элементах Вселенной, утверждал взаимосвязь и гармонию монад. Бальзак, госпоже де Берни Думаю, что я верно понял ваше письмо. Это ультиматум. Прощайте, я в отчаянии, но предпочитаю муки изгнания танталовым мукам. Вы-то ведь не страждите, и потому, думаю, вам безразлично, что со мной может случиться. Если угодно, считайте, что я вас никогда не любил. Прощайте. Разумеется, он и не думает порывать с нею. Да и она сама вряд ли этого хочет. Ведь так сладостно знать, что тебя и в 45 лет обожают. Правда, ее юный поклонник несколько неуклюж, родители его довольно вульгарны, и не могут нравиться крестнице Марии Антуанетты. Что за важность? Святы вырастают и на навозе. А у нее достаточно вкуса, чтобы угадать. Человек, который пишет такие письма, весьма далек от посредственности. Из-под его пера выходят плохие романы. Но так ли уже неплохи? Она поможет юноше узнать свет и женщин. Она вдохновит оноре на другие произведения, достойные его таланта. И так оба каждый день делают вид, будто собираются расстаться. И, подобно влюбленным героям Ольера, возвращаются на сцену, один со двора, другой из сада, а, встретившись, улыбаются друг другу. Однажды вечером, расспросившись, оноре вернулся и нашел госпожу де Берни в задумчивости. Они присели на скамью. Вокруг окутанный тьмой сад, над головой мерцающие звезды. Она впервые подарила ему поцелуй. Бальзак, госпожа де Берни, думаете ли вы обо мне так же неотступно, как я думаю о вас? Любите ли вы меня так сильно, как говорите? Как вы были хороши вчера. Много раз вы являлись мне в мечтах, блистательная и чарующая. Но, признаюсь, вчера вы превзошли свою соперницу, единственной владычицу моих грез. Правда, на ваших устах не играла кроткая улыбка, но во всем остальном вы, как две капли воды, походили на ослепительную красавицу моих сновидений. А ведь я щедро наделял ее божественной прелестью и огорчался, что вам не дано быть такой. Не говорите мне о своем возрасте, ибо я рассмеюсь вам в лицо. Слова ваши звучат, как дурная шутка. Даже мой колченогий спутник и тот сказал бы, что вам больше тридцати лет не дашь. Признайтесь, на вас было то самое облегчающее платье, что и в воскресенье. И вы вновь надели его вчера, зная, что на сей раз никто не скажет, будто это ради меня. К тому же вам хотелось меня порадовать и заставить забыть, что на голове у вас эти противные попелетки. Однако, если бы вы хотели меня совсем осчастливить, то поздоровались бы со мной так же нежно, как попрощались. Некоторое время она еще не отваживалась на последний шаг. Не раз она уже почти уступала, но в решительную минуту уклонялась. «Ничто не помешает мне, — писал Оноре, — быть у садовой ограды в десять часов. И я буду ждать хоть до утра, думая о той, которую я уповал здесь встретить. Так сладостно ждать, даже потеряв надежду. Однажды вечером она сделала вид, будто уходит, потом возвратилась и, застав его в саду, уступила». Бальзак, госпожа Деберни, начало мая 1822 года. «О, Лора, я пишу тебе, а меня окружает молчание ночи, ночи, полной тобой, и в душе моей живет воспоминание о твоих страстных поцелуях. О чем еще я могу теперь думать? Ты завладела всеми моими помыслами, да отныне моя душа неотделима от твоей, и куда бы ты ни пошла, я всегда буду следовать за тобой. Перед моим взором неотступно стоит волшебное видение, исполненное нежной прелести. Я все время вижу нашу скамью, и ощущаю, как твои милые руки трепетно обнимают меня, а цветы передо мной, хотя они уже увяли, сохраняют пьянящий аромат. Ты полна опасений, и тон, каким ты их высказываешь, раздирает мне сердце. Увы, я больше, чем когда-либо уверен в том, в чем клялся, ибо поцелуи твои ничего во мне не переменили. Впрочем, нет, я и впрямь переменился. Я безумно люблю тебя. Воспоминания о Руссо преследует оннере, и он называет госпожу де Берни «милая моя матушка». Ему очень трудно расставаться с нею. Иногда распрощавшись со своей возлюбленной поздно вечером, он затем возвращается в сад, одиноко сидит на заветной скамье и сиротливый, печальный, предается раздумью. Когда он приходит домой, все кажется ему тусклым, бесцветным. Улыбка бабули была мне неприятна, голос отца больше не радовал, и я стал проглядывать газету со слезами на глазах. Даже раскатистый смех славной мамаши Комен, которая читала Жанну Луи и приговаривала «Ах, сударь, да чего ж потешная книга!» больше не доставлял Онере никакого удовольствия. Он пишет Лоре, «Господи, уж лучше бы я не появлялся на свет. Я чувствую себя таким несчастным, и когда я один, и когда бываю на людях». Человек, охваченный страстью, вскоре становится неосторожным. Онере слишком часто посещал дам соколицы. Дети госпожи Деберни все понимали, обсуждали и осуждали происходящее. Думается, нам не следует обманывать себя. Острый взгляд юных девиц все разгадал. Ничего определенного я не знаю, но стоит мне только посмотреть на твою «э», как она вспыхивает. Что касается «а», то в ее глазах можно прочесть презрение и бездну других сходных чувств. «Ж» уже давно все поняла, и все они относятся к нам с недоброжелательством, которое даже не стараются скрыть. Примечание. Элиза Деберни родилась 28 июня 1806 года. Ей в ту пору было 16 лет. Александрина Деберни родилась в 1813 году. Ей 9 лет. Жанна Деберни родилась 10 апреля 1797 года. Ей 25 лет. Теперь неосторожно ведет себя госпожа Деберни, а юный любовник умоляет ее быть осмотрительной. Надо сказать, что госпожа Бальзак возвратилась из Байье. Она обо всем догадалась и весьма неодобрительно взирает на слишком частые визиты сына в дом на околице, а главное, на его ночные отлучки. В молодости не умеет таить своих чувств. Госпожа Бальзак знает, что Аннере влюблен в ее сверстницу. Он просто одержим этой любовью и забросил работу. У нее мигом созревает решение — надо отправить сына в Байье к Сюрвилям. Разве в силах Аннере воспротивится? Ведь мать станет сверлить его леденящим взглядом холодных синих глаз. К тому же он рад свидеться с сестрою, понаблюдать жизнь в Байье, присмотреться к существованию молодоженов. Однако ему жаль расставаться с возлюбленной. Во всяком случае, он хочет еще раз взглянуть на скамью, взглянуть на нее в последний раз, и даже... Аннере решается просить о большем. Пусть госпожа Деберни приедет в Париж. Он будет там ждать ее один, в жилище, которое сохранили за собой его родители. Не могла бы ты туда вырваться. Вот его план. В среду, восьмого мая, они еще раз взглянут на скамью. В воскресенье, двенадцатого, он проведет с ней в Париже, а четырнадцатого уедет в Байье. Родители радовались, что сын уезжает. Бернар Франсуа Бальзак, Лориас Сюрвиль, восемнадцатого мая 1822 года. Посылаем вам оннере. Каждый день он делает новый шаг к познанию мира. Но ведь в жизни самое главное — здоровье. А вот о здоровье-то он совсем, ну, совсем не заботится. Не умеет он об этом беспокоиться. Если вспоминает изредка, что силы надо беречь, ему настойчиво напоминает об этом дурное самочувствие, то боюсь, что все благие решения он откладывает в долгий ящик. Оннере и в самом деле удалось отсрочить свое пьесто до 21 мая. Госпожа Добернин дала ему в дорогу флакон туалетной воды, свой амулет и томик стихов шинье, который они читали вдвоем. Он взял с нее слово, что она каждую неделю будет присылать письмо, написанное убористым почерком, и так, чтобы на бумаге не оставалось пустого места, адресуя его в Байе, на улице Тентюр, господину Оннере, живущему у господина Сервиле. Ему так грустно было уезжать. Приходилось все бросить, занятия, удовольствие. Но пути к отступлению не было. Роковая поездка твердо решена, и матушка говорит обо мне так, словно я уже в дороге. Госпожа Бальзак сообщает своей дочери Лоре, что Оннере уезжает в самом плачевном состоянии, и что расстались они очень холодно. Но она сгущает краски. Луи Бруетт, слуга, которому поручено удостовериться, что Оннере действительно сел в дилижанс, по возвращении рассказывает. Молодой хозяин пустился в дорогу с красоткой графиней и оживленно болтал с нею, когда экипаж отъезжал. Прекрасно. Если он волочится за дорожными спутницами, стало быть, беда не так уж велика, как опасались обеспокоенные родители. А все дело в том, что Оннере настолько любит жизнь и так умеет расцветить ее с помощью воображения, что не способен долго чувствовать себя несчастным. Интерлюдия в Байе Я часто бывал генералом, императором. Я бывал Байроном, а потом ничем. Забравшись на самую вершину человеческого бытия, я вдруг обнаруживал, что мне еще только предстоит преодолеть неприступные горные хребты. Бальзак. Дилижанс, доставивший Бальзака в чудесный нормандский городок Байе, остановился возле самой почтовой конторы неподалеку от пристани. Зять отвез Оннере на улицу Тентюр. Зеленая краска на воротах дома облупилась и осыпалась. Молоденькая служанка в полотняном чепчике встретила гостя легким реверансом. Гостиная, обшитая панелью из сполированного орехового дерева, выглядела довольно мрачно. В ней были симметрично расставлены штофные стулья и старинные кресла. Три окна выходили в обычный сад, каких много в провинции. Вокруг все сверкало поистине монастырской чистотой. От тщательно натертого пола до полотняных занавесок зеленую клетку. Лора оказалась хорошей хозяйкой. Какую радость он испытал, снова увидев свою Лоретту, свою любимую сестру, стать близкую ему под духу. Она, со своей стороны, была в восторге от его приезда. Как и приличествует истинной дочери квартала Маратана, Лора любила мужа. Но в бое она скучала. Ее появление в городе произвело настоящую сенсацию. Она была остроумна и уверена в себе. Однако Сервиль, заврядный инженер ведомства путей сообщения, получал, как известно, всего 260 франков в месяц. Государство использовало человека, окончившего политехническое училище, на замерах булыжника и щебенки для мощения дорог, на устройстве водостоков, выравниваний откосов, рытье канав. Эта однообразная работа нагоняла тоску на мужа, а серость их существования приводила в уныние жену. Она мечтала о роскоши, он о настоящих больших работах по строительству мостов и особенно каналов. Эх, прокладывать бы каналы! Но все эти огорчения не мешали милейшему инженеру полнеть дожиреть и постоянно напевать за работой. Приезд Шурина, чья голова была набита фантастическими планами, молодого человека, способного с восторгом выслушивать и чужие планы, был приятным событием. С Лорой Онере беседовал о своих книгах. Он подтверждал, что наследница Берага сущие свинства. Зато Клотильда Лудиньянская, которая должна была вот-вот выйти в свет, настоящий шедевр. Он и в бое привез работу. Начатый роман «Ван Клор» и план нового произведения «Орденский викарий». У самой Лоры тоже не было недостатка в замыслах. Они будут писать викария втроем, и вся семья разбогатеет, а потом они атакуют театр. Все то время, пока Онере гостил в доме сестры, там не умолкал смех и у них чихала беседа. Бальзак валялся на томанке в старых панталонах до щелок и галстука. Брат и сестра болтали обо всем. О бабуле и о родителях, о бедной Лорансе, о Клариссе Горлоу, о Юлии. Примечание. Клариса Горлоу, эпистолярный роман английского писателя 18 века Ричардсона, «Юлия» или «Новая Элоиза», 1761 год, эпистолярный роман Жан-Жака Руссо. Сервиль возил Онере в Канн, в Шербург. Лора знакомила его с местными жителями, романист скопил впечатление. Запоминал окрестные пейзажи, расположение городских улиц, таинственное мерцание свечей в кафедральном соборе, знатную даму, покинутую любовником, графиню Датфей. По слухам, он даже попытался взять приступом эту оставленную крепость, однако ему пришлось с позором отступить. Он подробно расспрашивал о жизни разных слоев здешнего общества. Его все интересовало. Удивительная способность Бальзака определять, подобно натуралисту, различные социальные виды позволило ему обнаружить в Бае ту же структуру общества, которая была характерна для всех небольших французских городов во времена реставрации. Знатное семейство, никому не ведомое за пятьдесят лье отсюда, но связанное узами родства с самыми известными семьями Парижа, гораздо менее древний, но куда более богатый род, несколько старых дев знатного происхождения, и, наконец, благомыслящие буржуа, которых снисходительно допускают в это сен-жерменской предместе в миниатюре. Между тем, Клотильда Лузиньянская вышла в свет, и в один прекрасный день от уважаемой мамаши прибыло грозное письмо, одно из тех, на какие она была великая мастерица. Госпожа Бальзак, Лория Сюрвиль, 5 августа 1822 года. Вот уже несколько дней, милая Лоретта, новые огорчения терзают меня, и виновника этого Оноре, милейший, дрожайший Оноре, который сам того не желая вонзил мне нож в сердце. Ты еще не знаешь, милый мой друг, до какой степени чувствительно самолюбие матери, ибо его порождает неукротимое желание, присущее всем настоящим матерям, желание видеть, что их дети чего-то достигли в жизни. Именно такие надежды я возлагала на своего Оноре, но пока мои упования не находят отклика. Вы верно скажете, на что сетует наша милая матушка, зачем она все это нам говорит. Сейчас объясню. Я медлила с этим письмом, которое, надеюсь, вы обратите ему на пользу, ибо хотела, чтобы Оноре закончил книгу, ту, что, по его словам, он пишет у вас. Полагаю, к вашим замечаниям он отнесется более внимательно, чем к тем, какие я высказывала по поводу злополучной Клотильды. Госпожа Бальзак, которой сын в свое время читал Клотильду, настоятельно просила его самым тщательным образом исправить текст. Теперь она обнаружила, что Оноре совершенно не посчитался с ее замечаниями. Опубликованный роман приводил ее в ужас. Что думают Сюрвили о такого рода выражениях «хрупкий луч», «бархатистые движения», «животворящие соки»? А как им нравится, что чуть ли не на каждой странице повторяется слово «пленительный»? Многие погрешности трудно было уловить на слух, ибо Оноре читал с жаром, с душою. При трезвом чтении родители замечали теперь серьезные недостатки романа. План был хорош, сюжет очень мил, но когда автор пробовал блеснуть своим умом и обращался к читателю, он выказывал дурной вкус. Я ждала похвал, полный провал. А для госпожи Бальзак важнее всего общественное мнение. Друзья признают, что у Оноре богатое воображение, но тут же прибавляют, что ему не хватает трезвости суждений. Рабля немало ему повредил, Стерн еще больше, а особенный ущерб принесло частое общение с молодыми людьми, которые портят друг другу вкус. Словом, я сильно огорчена, повторяю еще и еще раз. Однако она не решается все это сказать сыну, потому что он легко падает духом, а Оноре считает себя либо всем, либо ничем. Вот почему она ожидает, что Сервилии со всей осторожностью передадут ему ее замечания. Вы должны поговорить, Санаре, и о другой вещи, не менее важной. Он полагает, что все превзошел, и такая самоуверенность возмущает окружающих. Господин Даблен питает к нему слабость, но и он сурово порицает его скороспелые речи, зависящие от настроения. Оноре совсем не умеет вести себя в обществе, язык у него как бритва, госпожа Даберни, весьма к нему расположенная, ибо она потеряла сына, которому было бы сейчас столько же лет, сколько нашему Оноре, на днях говорила мне, что у них в доме он часто ведет себя просто нелепо, и его там не жалуют. Я к нему очень привязана, признавалась она, и много бы дала, чтобы он следил за своими словами и тоном, за своим внешним видом. Помимо всего прочего, Оноре дал честное слово книгопродавцу, что после появления Клотильды он добьется рецензии в газетах на его книгу. По словам матери, он рассчитывал на помощь своих приятелей, молодых бахвалов, которые торчат здесь уже второй день, но они не пользуются никаким влиянием. Нужно покровительство, и очень сильное. А покровителя не сыщешь, потому что в книге слишком много погрешностей. Даже славный доктор Наккар и тот сказал, ведь Оноре знает, как я его люблю, почему он не прочел мне хотя бы начало своего романа. Там уже на первой странице полно ошибок. Госпожа Бальзак высказывала и другие претензии. Ей пришла в голову великолепная мысль приобрести первый экземпляр Клотильды и подарить ее мужу, которому исполнилось 76 лет, 22 июля 1822 года. Не правда ли, она мило придумала? А Оноре даже не поблагодарил ее за такой знак внимания. Все это ужасно отражается на ее нервах. Наконец, она надеется, что до отъезда Оноре Сервиле найдут случай отчитать его, разумеется, не обескураживая, и дружески дадут ему понять, что он должен следить за собою, не думать, будто он уже все знает и во всем разбирается. И главное, пусть не забудут, что 15-го день рождения бабули. Лора весьма тактично справилась с возложенной на нее миссией. Бедная мамочка, когда я читала твое письмо, слезы выступили у меня на глазах, и я подумала, до чего грустно быть матерью. Лора соглашалась, что они, все четверо детей, причиняют немало огорчений мамочке. Однако юная госпожа Сервиль, как известно, сторонница теории, что все к лучшему, и она старается видеть создавшееся положение в более радужном свете. Во-первых, Клотильда не такая уж плохая книга. Она куда лучше, чем наследница Берага и Жан-Луи, которые ее лору просто сразили. Разумеется, и в Клотильде встречаются повторения небрежности, но эти недостатки объясняются тем, что Норре за два месяца пишет четыре тома. Зато попадаются целые главы, которые звучат превосходно. Незаурядное воображение автора многое обещает. Но Норре, конечно же, признает справедливость критики. И для начала Лора, отбросив дипломатию, прочла ему без всяких пропусков письмо матери, такое сдержанное, разумное и справедливое. Он Норре ничего не отвечал. Только пробормотал, что все правильно, при этом вид у него был очень растроганный и грустный. Он уселся на оттаманку и предоставил мне комментировать твое письмо. Если бы я посмотрела на него, то, верно, не произнесла бы больше ни слова. Такие печальные были у него глаза. Я бы сама расплакалась и выбежала из комнаты. Если хочешь к чему-нибудь склонить Норре, надо воздействовать на его чувства. Лаской от него можно добиться чего угодно. А потом, милая мама, уж если ты вздумаешь его журить, то делай это только по серьезному поводу. Предоставь ему полную свободу в мелочах. Разве так важно, как он одевается? Какая важность, если он и допускает какую-либо пустяковую оплошность, или даже иной раз пренебрегает некоторыми своими обязанностями? Разве можешь ты сомневаться в его чувствах? Кто сравнится с ним в доброте? Правда, у Норре переменчивый нрав, он то печален, то весел. Ну и что из того? Ведь у каждого свои слабости. Не обращая внимания, что он бывает неровен, тогда и ему будет лучше, да и тебе самой тоже. Впрочем, милая мамочка видит все в слишком мрачном свете. Книга не подписана именем Бальзака, стало быть, фамильной чести ничто не угрожает. А распродаваться, Клотильда, будет верно хорошо. Романы, которые пишет ради заработка, не надеясь, что они принесут славу, никогда не бывают шедеврами. Он Норре не собирается стать ни новым Ричардсоном, ни новым Филдингом, ни новым Бальтером Скоттом. Это не его жанр. Вы придаете больше значения его роману, нежели он сам. Это прозорливые слова. Верно, что Он Норре в ту пору не столько стремился создать шедевр, сколько жаждал заработать побольше денег. Правда, он уже понимает, в чем истинное величие в литературе, и что такое прекрасный слог. Однако, не умея достичь совершенства, он притворяется, будто нарочно пишет небрежное. Ему суждено стать гением по неволе. Существует ли на свете писатель, продолжает Лора, который сразу же начал писать хорошо? Нужен опыт. И он и раз с каждой книгой пишет все лучше и лучше. Затем она переходит к другим делам, рассказывает о планах Сервиля, который хотел бы перебраться поближе к столице. Они с мужем сильно опечалены тем, что Он Норре на следующий день, 9 августа 1822 года, уезжает. У нас просто сердце сжимается. Мы провели вместе два чудесных месяца. Так непривычно будет больше не видеть милого Он Норре, нашего дорогого брата, но, быть может, мы скоро опять свидимся. Это меня утешает. Что ожидает его в Вильпаризи? Госпожа Бальзак приютила у себя в доме племянника Эдуара Малюса, 22-летнего, довольно богатого юношу. Круглая сирота, он болен скоротечной чахоткой. Примечание. Эдуар Малюс был сыном Софи Саламбье, сестры госпожи Бальзак, умершей в 1810 году, и Себастьяна Малюса, скончался в 1816 году. Эдуар, единственный ребенок в семье, оставшийся в живых, родился 12 марта 1800 года и умер в Вильпаризи, 25 октября 1822 года, в доме тетушки, которой он завещал все свое состояние. Словом, госпожа Бальзак приютила племянника с наследством. У него уже почти не осталось легких, и бедняга, проводивший ночь в комнате Оноре, днем лежал на складной кровати возле дома в саду. Бабуля, верная сообщница Оноре, во время отсутствия внука, служила тайным посредником между ними, госпожой Деберни. «Мы, как обычно, видим соседок Соколицы», писала своему любимцу почтенная вдова, «эти дамы оказывают множество знаков внимания нашему бедному страдальцу. С большим интересом справляются о том, что слышно у тебя». «Дама Соколицы приносила со своей фермы сливочное масло для несчастного Эдуара, и это служило для нее благовидным предлогом узнать, что новенького у Оноре. «Твое письмо вручено», — сообщала ему заботливая бабушка. Перед отъездом из Байе Оноре отправил госпоже Деберни меланхолическое послание. «Я не решаю сказать, как вы меня огорчаете тем, что больше не вкладываете цветы в свои письма. Туалетная вода у меня кончилась, и если бы не томик Шенье, я бы остался без амулета. Есть люди, родившиеся под несчастной звездой. Я из их числа». Этот веселый малый испытывал приступ меланхолии в духе юного Вертера. «Сколько горьких разочарований в себе самом и в своем искусстве! Господи, уж лучше бы я вообще не появлялся на свет!» Напрасно госпожа Деберни сообщала ему, что она вновь обрела свободу воли. Этим она давала ему понять, что отныне муж предоставляет ей полную свободу. «Я добровольно отказываюсь видеть вас», — с грустью писал Оннере. Неудача Клотильды угнетала его. «Бальзак, госпожа Деберни, 30 июля 1822 года. Я заблуждался на свой счет. Больше того, я заблуждался во всем, что касается моей жизни. Отныне я удовольствуюсь тем, что буду жить в вашем сердце. Если только мне отведено там такое же место, какое вы занимаете в моем, я стану тешить себя воспоминаниями, иллюзиями, мечтами, стану жить воображаемой жизнью. «Впрочем, отчасти я уже давно так живу». Госпожа Саламбье, Лори Сервиль «Стало быть, твой брат возвращается домой. Дай-то Бог, чтобы его великие планы не развеялись, как это обычно с ним бывает. Он, увы, не всегда приносит радость лучшей из матерей». Бабуля не понимала, что, строя свои великие планы, Оннере пытался таким образом вознаградить себя за несправедливость судьбы и забыть о разочарованиях, которые постигали его в реальной жизни. «Действительность разрушает иллюзии, литературное творчество вновь оживляет их. И над всеми иллюзиями, этими изящными дочерьми, слишком живого воображения, писал он даме соколицы, будет вечно сиять немеркнущая звезда, указывая мне путь. Этой звездой будете вы, милый мой друг». «Но не следует ли ему удовольствоваться лишь созерцанием своей звезды?» «Бальзак, госпоже Доберни, когда ты человек заурядный, когда все твое богатство, незлобивая, но бездеятельная натура, ты обязан взглянуть на себя трезвыми глазами. Посредственность не сулит больших радостей, и тот, кому не дано волновать сердце и щедро расточать сокровища, которыми наделяют человека слава, талант и душевное величие, обязан уйти со сцены, ибо не следует обманывать других. В противном случае он совершит нравственное мошенничество. Подобно плуту, расхваливающему дом, который вот-вот рухнет, превосходство, присущее гению и преимущество, отличающее людей выдающихся, вот единственное, что невозможно присвоить. Карлик не в силах поднять палец у Геракла. «Как я уже говорил вам, я умру от горя в тот день, когда окончательно пойму, что надежда моя неосуществима. Хотя до сих пор я еще ничего не сделал, я предвижу, что этот роковой день приближается. Мне предстоит стать жертвой собственного воображения. Вот почему я заклинаю вас, Лора, не думайте обо мне. Умоляю, порвите все нити, связывающие нас». Что это? Сомнение влюбленного? Или смутное предчувствие непрочности любви, которое время неизбежно должно было разрушить? Гораздо позднее он напишет, «Эти наслаждения, внезапно открывающие нам поэзию чувственности, создают те крепкие узы, которые привязывают молодых людей к женщинам старше их возрастом. Но эти узы, подобно оковам каторжника, оставляют в душе неизгладимый след, рождают в ней преждевременное равнодушие к чистой, свежей любви». Но пока что любовное желание отгоняло все сомнения. В том же письме госпоже Доберни, с его несколькими строками ниже, он задает множество нежных вопросов. Гуляет ли она на лугу? Бывает ли в саду? Сидит ли на их скамье? Выходит ли за живую изгородь? Играет ли на фортепиано? Поет ли? Когда он писал это письмо, Сервиль рядом с ним напевал, как медленно течение дней. Великий Боже, как он фальшивил! И какое холодное небо в Нормандии! Когда Бальзак проездом оказался в Париже, его перехватил там Шарль Александр Полле, издатель и книга-продавец. Он предложил ему подписать договор на два романа «Столетний старец» и «Орденский векарий». Каждая из этих книг будет выпущена в количестве тысячи экземпляров, за что автор получит две тысячи франков. Из них 600 франков наличными, так сказать, звонкой монетой, а остальные векселями сроком на восемь месяцев. Таким образом, дела обстояли не так уж плохо. Но оба произведения надо было вручить издателю не позднее 1 октября. Между тем Бальзак оставил рукопись «Викария» в бое. Сопруги Сервиль, не сомневавшиеся в собственных талантах, собирались работать над нею. Бальзак Лорис Сервиль, Вильпаризи, 14 августа 1822 года Итак, у нас остается сентябрь месяц для работы над векарием. Боюсь, что каждому из вас невозможно писать по две главы в день, а ведь только в этом случае я получу векарий к 15 сентября. Но и тогда у меня будет всего две недели для переделки и исправлений. Посоветуйтесь между собой. Если вы хоть немного меня жалеете, непременно пришлите в срок этого чертова векария. А коли вы думаете, что я вас ввожу в заблуждение, то я пришлю договор, подписанный с поле. Там предусмотрена неустойка, если книга не увидит свет в ноябре по вине автора. Пожалуй, такой нечеловеческий труд тебе не по силам, Лора. Не думаю, что ты можешь писать по 60 страниц романа в день. Впрочем, если справитесь, если вы мне твердо обещаете прислать рукопись к 15 сентября в добрый час, но если 17 сентября у меня ее еще не будет, то, памятуя о проклятой неустойке, я сам примусь за дело. Как вам известно, написать роман для поле можно и за месяц. Между тем, семейство Бальзаков собиралось уезжать из Вильпаризи. Владелец дома, кузен Антуан Саламбье, продал свою недвижимость брату Шарлю Саламбье, а тот вознамерился увеличить арендную плату до 500 франков в год. Возмущенные Бальзаки решили вновь перебраться в столицу. Подыскали подходящую нору на улице Руа-Доре, где молодому писателю была выделена отдельная комната. Однако Эдуард Маллюс доживал последние дни, его нельзя было тронуть с места. Прикованный к своему креслу, больной учился вышивать. Бернар Франсуа, напротив, чувствовал себя превосходно, и его остроты вызвали бурные приступы смеха у Онере. Госпожа Бальза, как всегда энергичная и деятельная, то и дело ездила в Париж обхаживать приятельницу со связями госпожу Долануа. Надеялись, что эта дама выхлопочет для Сюрвилля должность в Монтаржи или в Понтуази, и он переселится поближе к столице. Мать сердита выговаривала Онере за то, что он забыл в бое полотенце с красной каймой и носовой платок. С ее хозяйской точки зрения это было непростительно. Молодой автор прочел своим обычным слушателям в Вильпаризи начало романа, который он писал в Нормандии «Ван Клор» или «Бледноликая Джен». И все остались довольны, хотя автор вывел там собственную мать в несколько смешном виде. Онере каждый раз бегал встречать Дильжанс, надеясь, что с ним прибудет рукопись орденского викария. От всего сердца обнимаю Сюрвилля, а тебя так сжимаю в объятиях, что боюсь, как бы ребра не хрустнули. Эдуар обречен на смерть, бабуля на постоянные недуги, мама на вечные поездки в Париж и на непрерывные волнения, папа на неизменное здоровье, Луиза на торчание в дверях, Луи на безнадежные глупости, Анри на бесконечные проказы, а я, уж и сам не знаю на что, викарий, 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 шлите рукопись по частям с каждой почтой, ибо мне уже давно пора приняться за нее. Что касается Лоры де Берни, то достаточно было ей вновь появиться, чтобы приступ меланхолии в духе юного Вертера опять уступил место любви. Бальзак госпоже де Берни, 4 октября 1822 года Чем дольше мы вместе, тем больше открываю я в тебе прелестей. Признаюсь тебе, Лора, что освящение скамьи — это празднество любви, которое, как мы думали, уже угасало, вновь воспламенило мое сердце, и наш чудесный уголок не только не показался мне гробницей, но стал в моих глазах алтарем. Есть некое величие в том, чтобы скрывать друг от друга силу нашей взаимной любви, но мы проявим еще больше величия, если сохраним ее. Предоставляю тебе, дорогая, принятие решения. Ныне, как и четыре месяца назад, я вручаю тебе свою судьбу, все свое существо, свою душу, и вновь признаюсь, что я много приобрел от тесного общения с тобой. Теперь, когда его уже больше не томила неутоленная страсть, он мог лучше оценить глубокий ум своей возлюбленной. Он, и Рая, плохо умел скрывать свои чувства, и госпожа Бальзак в ярости писала об этом Лоре. Госпожа Бальзак с Сюрвилем, 12 октября 1822 года. Вы даже не можете себе представить, милые друзья, как худо нашему бедному Эдуару. Язык у него темно-коричневый, а в глубине почти черный. Пульс у бедняжки слабеет с каждым часом. Он ничего не ест, только с трудом проглатывает шесть устриц и выпивает чашку молока. Долго он не протянет, я в этом уверен. Только для Лоретты. Он, и Рая, уходит в полдень, возвращается в пять часов, прочитав газету, снова ускользает из дому и возвращается в десять вечера. Несмотря на то, что Эдуард так плох, сынок и папаша оставляют меня одну. Он, и Рая, даже не понимает, как неприлично по два раза в день ходить в чужой дом. Он не понимает, что его хотят околпачить. Я предпочла бы находиться в сталье от Вильпаризи. За последнее время он не написал ни строчки, а ведь ему осталось каких-нибудь двадцать страниц, чтобы закончить столетнего старца. Голова у него занята только одним. Он не понимает, что, отдаваясь своему чувству с таким пылом, он скорее присытится. Но поведение его столь неосмотрительно, что он лишает себя возможности счастью выпутаться из этого положения в будущем. Я пыталась ему объяснить, что, несмотря на всю свою душевную тонкость и деликатность, я вынуждена поступать так, как поступаю. Напиши ему, быть может, он тебя послушает. Если я завтра уеду отсюда, то напишу тебе обо всем подробнее. Эдуард Малюс умер в Вильпаризи 25 октября 1822 года. Нотариус Виктор Пассе привел в порядок оставшееся после него наследство. Госпоже Бальзак досталась весьма значительная сумма — 90 тысяч франков золота. Самоотверженный уход за безнадежно больным родственником и печаль по усопшему были оплачены наличными. Буржуазная мудрость обратила милосердие в капитал. В ноябре семейство Бальзаков обосновалось в квартале Маре в доме номер 7 по улице Руа-Доре. Временное пристанище на улице Порт-Фоэн было оставлено. Плата за новое жилье составляла 730 франков в год, включая налоги. 1 ноября между Оноре и Бернаром Франсуа был подписан любопытный контракт. Сын обязался платить отцу 100 франков в месяц за кров и стол. Господин Оноре сам будет оплачивать свечи, дрова и прачку. В годовую сумму 1200 франков входит только стоимость пропитания и жилища. Контракт этот был продиктован не алчностью Бернара Франсуа, а гордыней Оноре. Паденная работа «Мы переехали в Париж в надежде на благополучие и счастье. Госпожа Бальзак» Госпожа Саламбье недолго радовалась возвращению в свой любимый квартал Морре. Она умерла 31 января 1823 года. Оноре потерял верного друга. Родные не пожалели денег на пышные похороны. Они не хотели ударить лицом в грязь. После старушки осталось весьма скромное наследство. Спекуляции взятия нанесли изрядный ущерб ее состоянию. Тем не менее, финансовое положение семьи к этому времени упрочилось. К ферме Сен-Лазар и наследству, полученному от Эдуара Малюса, прибавлялись ежегодные проценты с капитала, вложенного в тантину Ла Фаржа, размер которых быстро увеличивался, ибо дезертиров становилось все больше. По милости ведомству путей сообщения, Сюрвиль переехал поближе к столице, и молодые супруги жили теперь в Шан-Розе. Сюрвиль изо всех сил добивался должности инженера в департаменте Сена и Уаза с местопребыванием в Версале. Несчастная Лоранца разрешилась от бремени, когда в ее доме все должны были описать за долги. Она с тоской вспоминала о своей девической жизни. «Держу пари, что вы сварите наш чудесный компот из апельсинов и будете жарить каштаны». О, как сладко и как грустно вспоминать об отчем доме юной женщине, несчастной в замужестве. Что касается баловни госпожи Бальза-Конри, предполагаемого сына господина де Маргонна, то он был столь же беспечен, как Онере, столь же легковесен, как Лоранца, но в отличие от всех остальных, в семье совершенно лишенной энергии. Онере много и упорно работал. Он заканчивал «Орденского векария» для книгопродавца Полле Иван Клора для издателя Юбера. Мать с восторгом отмечала, что он работает, не покладая рук, он не теряет ни одной минуты. Увы, не успел роман «Орденский векарий» выйти в свет, как его изъяли из обращения. История маркизы де Розан, которая думает, что страстно влюблена в нового векария, молодого аббата де Сен-Д'Андре, а на самом деле испытывает к нему материнскую любовь, ибо векарий ее собственный сын, родившийся от связи с епископом, возмутило благонамеренное правительство. Цензура запретила продажу книги. Начало романа написано довольно хорошо, тон повествования напоминает Стерна. Портреты нескольких деревенских чудаков, влюбленного в латынь учителя, мэра-бокалейщика, доброго старика-священника, который сыплет поговорками, как сан чапанца, достаточно выразительный, хотя их смешные черты изображены несколько преувеличенно и однообразно. Но затем все шло гораздо хуже. Начиналась слезливая драма. Пират в духе героев Байрона наводил страх на обитателей Орден. Викарий, несмотря на сан священнослужителя, вступал в брак, потом узнавал, что женился на собственной сестре, а под конец обнаруживал, что сестра это вовсе и не сестра ему. Цензура в каком-то смысле оказала услугу Орасу де Сентабену. Через две недели после Викария в свет вышел новый роман «Столетний старец» или «Два Беренгельда». Он был также подписан «Орас де Сентабен». Бакалавр изящной словесности и, несомненно, навеян Мельмонтом Матюрена. Книга эта, переведенная на французский язык в 1821 году, произвела сильное впечатление на Бальзак. Образ столетнего старца должен был непременно привлечь его внимание. С самого детства Онре только и слышал в доме разговоры о долголетии. Старик Деренгельд, как и Мельмот, заключил договор с сатаной. Он получил возможность прожить несколько жизней, но должен для этого время от времени убивать юную девушку. Ее кровь, попав к нему в жилы, в ночь возвращает молодость этому вордалаку. Деренгельд – чудовищный старик гигантского роста, наделенный невероятной силой. В целой веренице эпизодов, причудливо переплетенных с полным пренебрежением к хронологической последовательности, пишет Морис Бардеш, рассказывается о том, как порой появляется сей вампир. В конце книги генерал Тулли Беренгельд последний отпрыск рода вырывает из рук отвратительного старика свою невесту, которой тот уже готовился умертвить. Бальзак Лоре Сюрвиль Теперь, когда я, как мне кажется, получил верное представление о своих силах, я глубоко сожалею, что так долго растрачивал блестки своего ума на такого рода нелепости. Чувствую, что в голове у меня кое-что есть, и если бы я был уверен в прочности своего положения, другими словами, если бы меня не связывали различные обязательства, если бы у меня был кусок хлеба и крыша над головою, да какая-нибудь армида в придачу, я бы принялся за настоящую книгу. Но для этого надо удалиться от света, а я всякую минуту возвращаюсь туда. Подобно многим молодым людям, Бальзака буквально раздирали самое противоположное влияние. Он вращался в компании циничных журналистов, которые смеялись надо всем, особенно над высокими чувствами, и продавали свое перо маленьким газетенкам, таким как «Кормчий», «Корсар», «Жадным до слухов» и «Эпиграмм» и занимавшихся то ли сатирой, то ли шантажом. Эти молодые люди также кропали на скорую руку мелодрамы и водевилли для актрис, не отличавшихся чрезмерной добродетелью. В их кругу Онаре снова встретил знаменитого Огюста Лепоатвена Тьена Раго, младшего брата прославленного астронома Карбонари, похвалявшегося тем, что он входит в состав «Голубой Венты», тайного общества республиканцев, а также Ораса Рессона, двадцати четырехлетнего юношу, отец которого, как и Бернар Франсуа, Бальзак, без труда переходил от роялизма к якобинству и обратно. Рессон был в дружбе с художником Эженом де Лакруа, говорившим о нем «Он лгун и человек самонадеянный, шалопа этот был самым отчаянным хвостуном из всех, каких я встречал». Анри Монье рассказывает, что однажды он сидел в кафе Минерва вместе с Рессоном. Внезапно тот встал из-за стола и воскликнул «Пойдемте отсюда!» Вот и несносный Сент-Абен уже явился. При этих словах Монье увидел молодого человека, походившего не то на монаха, не то на крестьянина. Это был Бальзак. Если приведенный эпизод достоверен, Рессон был, видимо, не только лгун и самодейный фат, но и неблагодарный, недоброжелательный человек. Все эти молодые люди сотрудничали с уже добившимися некоторой известности драматическими писателями. Бальзак, рассчитывавший, что театр принесет ему состояние, написал мрачную мелодраму «Негр». Театр ГТ отклонил пьесу, хотя отметил некоторые ее достоинства. Бальзак и сам понимал, что попусту растрачивает свои силы. С той поры, как Оноре, благодаря Лоре де Берни, испытал глубокое чувство, он мечтал написать настоящий роман о любви. Поверенные его чувств бабушка Саламбье еще в 1822 году строгательной неуклюжестью подбадривала его. «Милый Оноре, торопись избавиться от своей окаянной меланхолии. Постарайся не писать больше такие мрачные книги». Рассказывай лучше о любви и делай это с приятностью, ручаясь тебе за успех, к тому же и сам исцелишься. Славная старушка была права. В романе «Последняя фея» или «Новая волшебная лампа» ее внук пробовал противопоставить буржуазной осмотрительности поэзию романтического. К несчастью, он все еще не способен был избавиться от подражания готовым образцам. У него получилась какая-то смесь из водевилей скриба и романов Матюрена. Книга вышла прескверная. Онаре де Бальзаку, стоявшему наголову выше Огюста Лепоатвена и Ораса Рессона, никак не удавалось отделаться от их компании и от их методов работы. Но, продолжая сотрудничать с этими беззастенчивыми литературными шагалами, он страдал. Его чувствительную натуру ранила жестокость окружающего мира. Он ощущал в себе силы для великих свершений. В романах, которые он писал только ради денег, порой попадались глубокие верные наблюдения о всеобщей растленности, о коррупции, ставшей язвой века, о торжестве порока. У отца Онаре позаимствовал некую систему взглядов, отнюдь не такую уж глупую, а в соотношении физического и нравственного облика человека. В 1822 году юный Бальзак по совету доктора Наккара купил, а затем переплел, то был для него немалый расход, сочинение Лафатера. Примечание Лафатер Жан Гаспар 1741-1801 годы создатель псевдонауки-физиогномики, доказывающей, будто бы существует соответствие между чертами лица и определенными свойствами характера. Этот швейцарский писатель, которым так восторгался Гёте, написал большой труд физиогномика, искусство узнавать характер людей по их наружности. Труд этот отличался тонкими и блестящими наблюдениями, в нем были рассмотрены шесть тысяч человеческих типов, их внешний облик и душевные свойства. Книга эта стала для Бальзака своего рода Библией. Люди умные, дипломаты, женщины, все те, кто принадлежит к числу немногих, но ревностных последователей двух этих знаменитых людей, Лафатера и Галля, часто имели случай наблюдать множество и других явных признаков, по которым можно проникнуть в человеческую мысль. Привычные жесты, почерк, звук голоса, манеры и прочее не раз помогали влюбленной женщине, ловкому дипломату, искусному правителю и государю, Наполеону, по достоинству оценить тех, с кем они имели дело, пишет Бальзак в своей физиологии брака. Здесь в зачатке уже возникают контуры будущего исследования, охватывающего все слои общества. Бальзак, последователь Бюфона и Жуфруа Сентеллера, выказывал живейшую склонность к такого рода исчерпывающей классификации. Ведь куда интереснее было бы притворять в романы столь грандиозной идеи, вместо того, чтобы подражать сочинениям Виктора Дюканжа или Пегуля Брена. Чем больше читал Онаре, тем больше он думал об этом. Но не хватало времени. Его подстегивала нужда и настоящее произведение, за которое ему следовало приняться, виделось лишь смутно, как в тумане ускользало от него. Порой он мечтал написать несколько диалогов в манере Платона, с тем, чтобы изложить в них систему своих взглядов. Однако современный Федон так никогда и не был написан. Примечание, современный Федон один из самых блестящих диалогов древнегреческого философа Платона IV век до н.э., где он описывает смерть Сократа, окруженного учениками. Затем сохранился позднейший набросок «Неведомые мученики», опубликованный в 1843 году. По нему можно составить себе некоторое представление о тех беседах, которые вел Бальзак в 1824 году, сидя со своими просвещенными друзьями в кафе Вольтер возле театра Одеон. Главный персонаж Рафаэль напоминает самого Бальзака, пышущее здоровьем лицо, черные волосы, живой взгляд. Его собеседники ирландец Теофиль Османд, фанатичный приверженец Баланша, немец Тшерн, вольнолюбивый поэт с белокурыми локонами, доктор Физидор, 27-летний уроженец Турении, молодой медик, увлекающийся френологией, доктор Фантасма, 73-летний житель Дижона, ученик Мессмера, и математик Граднинский, химик и изобретатель. Эти ученые мужи играют в домино за столиком, который завсегдатые кафе прозвали «Стол философов». Примечание Баланш Пьер Симон, 1776-1847 годы, французский писатель, один из предшественников романтизма. Его творчество, проникнуто религиозной сентиментальностью, был другом госпожи Реканге. «Дубль-6 «Я начинаю игру», восклицает доктор Фантасма. И, продолжая партию в домино, партнеры ведут беседу, которая знакомит нас с мыслями молодого Вальзака. Физидор, рупор автора, рассказывает, что некий старый врач, посвятивший себя изучению оккультных наук, сделал ему необычайное признание. «Я хотел бы открыть вам одну тайну». «Вот она, мысль могущественнее тела, она его пожирает, поглощает, разрушает». «Мысль способна убивать». Наши философы по очереди рассказывают о трагических мистификациях, когда неведомые жертвы умирают от воображаемых отравлений, погибают от несуществующих у них недугов или сходят с ума, терзаемые какой-либо мыслью. Ибо мысль материальна. Мертвецы могут являться живым, потому что мысль живет дольше, нежели тело. Верьте в оккультные науки. Алхимики вовсе не думали все превращать в золото, они мечтали об открытиях гораздо более важных. Они старались найти всеопределяющую молекулу, стремились обнаружить истоки движения в бесконечно малых частицах, жаждали раскрыть тайны жизни Вселенной. Это магизм, который не следует смешивать с магией, ибо он представляет собой науку наук. Таким образом раскрываются чисто нравственные преступления, которые закон не карает. Человек-изверг может довести свою жертву до безумия, до гибели, причиняя ей душевные муки, от которых изнемогают в недрах семьи под покровом глубочайшей тайны кроткие создания. Их преследуют люди жестокой душой, терзая язвительными речами. Подобные беседы обогащали юного романиста новыми и необычайными сюжетами. Он читал множество книг на эту тему. В ту пору медики делились на три школы. Виталисты учили, что человек наделен жизненной силой, другими словами, душой. Сторонники химико-механической школы отвергали всякие философские доктрины и рассматривали только органы человека, их действия и реакции. Последователи эклектической школы проповедовали эмпиризм. Примечание виталисты сторонники витализма идеалистического направления в биологии. Виталисты объясняли все явления природы наличием особой жизненной силы. Некий виталист доктор Верей исповедовал доктрину довольно близкой взглядом молодого Бальзака. Долголетие можно достичь экономия жизненной силы. Умственный труд истощает их не меньше, чем разгульная жизнь. Ведя целомудренный образ жизни, можно накопить запас энергии, а сконцентрировав ее в своих мыслях, можно добиться физического эффекта. К этим положениям Бальзак прибавил заветную мысль, который был просто одержим. Человек с помощью воли способен воздействовать на свою собственную жизненную силу и даже направлять ее действия за пределы себя самого. На этом зиждутся целебные свойства магнетизма. Как и его мать, он реличил наложением рук. Наконец, в ту пору существовал в Бальзаке еще и третий человек, почти никому неведомый. Гораздо больше, чем молодых людей из компании Рессона, он ценил своего друга Жанак Томаси, которого впервые встретил на юридическом факультете или даже несколько раньше. Католик и легитимист Томаси был так же далек от неверия и либерализма Бернара Франсуа, как и от цинизма писак, собиравшихся в кухмистерской фликото. Ему только одно остается, писал в сортле, «Постриться в монахи. Между нами я думаю, что он теми кончит». Томаси не уважал ни толстяка в сортле, ни наглеца Лепуатвена, но ему нравилась щедрая великодушие Бальзака, он угадывал в нем высокий ум. Их политические взгляды, казалось, были совершенно противоположны. Хонаре, как и его отец, был монархист по убеждениям, оппортунист по необходимости, бонапартист по влечению восторженной натуры, вольтерьянец по духу. В одном из его романов Жан-Луи даже усмотрели бунтарский дух и сочувствие революции. На деле же, если он и презирал современное ему общество, то вовсе не жаждал его уничтожить. Как знать, будет ли другое общество лучше? Сначала он был атеистом, но после чтения трудов Сведенборга и Сен-Мартена начал склоняться к воззрениям иллюминатов. Примечание Сведенборг Эммануэль 1688-1772 шведский писатель-мистик его идеями одно время увлекался Бальзак. На произведениях Бальзака Луи Ламбер и Серафита сказалось даже влияние последователя Сведенборга французского мистика Сен-Мартена 1743-1803 годы. Индийские мудрецы, отшельники из Сфив, с детства занимали его воображение. Он старался представить себе безграничное блаженство мистического экстаза, душевный покой, приносимый полным смирением, счастья божественной любви. Он не был примерным католиком и верил скорее в вечное и бесстрастное начало, которое не мешает естественному ходу вещей, чем в божественное проведение. И все же тяга к мистицизму была той лазейкой, сквозь которую в его сознание мог проникнуть христианский спиритуализм. Человек не ангел и не зверь, но, изживая в себе зверя, он может приблизиться к ангелу, иначе говоря, спасти лучшую часть своего «я», душу живую, и приблизиться таким образом к глубочайшим бездам, таящимся в беспредельности. Был ли он приверженцем учения Сен-Мартена? Некоторые отвечают на этот вопрос утвердительно, но это не так, ибо Сен-Мартен не предусматривал приобщение к Таинствам, а в наброске трактата о молитве Бальзак выражает желание сказать тем, кто скорбит душою, как сладостно было мне приобщиться сих тайн, как легко было идти по этой стезе, едва я преодолел первое препятствие, какие сладостные плоды освежали мое пересохшее небо. Я прошу тех, кто станет читать эту книгу, исполнится душевного покоя, дабы им открылся смыслу слова. В этих строках мы узнаем неясный и возвышенный слог Сен-Мартена. Шотобриан после встречи с Сен-Мартеном высмеял этого небесного философа, который вещал на манер архангела. Духовидец вызвал раздражение у католика Шотобриана. Бальзак надеялся найти в Сен-Мартене проводника, указующего путь к тому, что он называл религией святого Иоанна, мистической церковью. Он был обязан Сен-Мартену и Сведенборгу одной из сторон своего мировоззрения. В 1823 году Бальзак рассказал Томаси о том, что он задумал написать трактат о молитве. Томаси вскоре уехал из столицы в Бурж, где стал секретарем префекта. Он уговаривал друга отказаться от этого плана. Вы даже не представляете, до какой степени окреп бы ваш талант, если бы его питали идеи нравственные и религиозные. Но не вздумайте создавать такое произведение как трактат о молитве по бигам сметенных чувств. Томаси опасался и с полным основанием того эротика мистического тона, которым Онере описывал свои мирские страсти. Жан Томаси Бальзаку 7 января 1824 года Расскажите мне подробнее о вашем трактате о молитве. Чтобы создать такой труд, недостаточно обладать возвышенной душой и богатым воображением. Для этого необходима еще привычка к религиозной обрядности, необходимо длительное общение с Богом, необходимо наконец проникнуться спиритуализмом, исполненным экзальтацией и умилением. Если вы никогда не испытывали душевного трепета, внезапно заслышав торжественные звуки органа, если не приходили в глубокое волнение, внимая молодому священнику, призывающему Бога Авраама благословить союз новобрачных, столь же юных, как и сам служитель церкви, то отложите в сторону свой трактат о молитве. Даже Руссо потерпел неудачу в подобном начинании, ибо он был чужд тех религиозных привычек, о которых я говорил. Одно дело написать десять или даже тридцать строк в минуту просветления, совсем другое поддерживать подобное состояние души на протяжении всего труда. Трактат о молитве все еще оставался замыслом, а тем временем Бальзак опубликовал брошюру о праве первородства и беспристрастную историю иезуитов, проникнутую необыкновенной ортодоксальностью. Книжечка о праве первородства была написана не без блеска. Автор напоминал, что возделывать виноградники и выращивать леса дело непростое, требующее терпения и времени, а потому собственность на них должна быть надолго закреплена. Он указывал на опасности, связанные с разделом земельных владений между многочисленными наследниками, получающими при этом равную долю, ибо это умножает чистолюбивые устремления в стране, которое в отличие от Англии не может предоставить молодежи широких возможностей для применения своих сил. Однако брошюра была без сомнения заказана Рессоном, сторонником оппозиции, которая стремилась приписать правительству гораздо более реакционные и мрачные намерения, чем это было в действительности. А наши волчата были готовы на все, лишь бы заработать малую талику живых денег, как выражался Бальзак, всегда предпочитавший звонкую монету, векселян книгопродавцев, которые постоянно приходилось учитывать и по которым нечасто удавалось получить срок. «Дети мои», сказал Фино, «либеральной партии необходимо оживить свою полемику, ведь ей сейчас не за что бронить правительство, и вы понимаете, в каком затруднительном положении оказалась оппозиция. Кто из вас согласен написать брошюру о необходимости восстановить право первородства, чтобы можно было поднять шум против тайных замыслов двора. За работу хорошо заплатят». «Я», отозвался Гектор Нерлен, «это соответствует моим убеждениям». «Твоя партия, пожалуй, скажет, что ты порочишь ее», возразил Фино. «Селесиен, возьмись-ка ты за это дело». «Дыря издаст брошюру, мы сохраним все втайне». «А сколько дадут?» спросил Верну. «Шестьсот франков, ты подпишешься граф К». Бальзак талантливо играл роль адвоката дьявола, и кто знает, не себя ли он имел в виду, когда писал этот отрывок. Он с такой легкостью влезал в шкуру противника, разумеется, он не решился послать свою брошюру о праве первородства родителям, но отправил ее без подписи Сервилем. Бернар Франсуа в день получения брошюры гостил у зятя. Он прочел ее, возмутился ретроградными взглядами автора и тотчас же сел строчить опровержение. Лора, догадавшаяся, что брошюра написана «Он-Оре», немало позабавилась. Это словесный дуэль между отцом и сыном, которые казалось ей необыкновенно смешной, пишет Орегон в своей книге о первых литературных шагах Бальзака. 24 июня 1824 года семейство Бальзаков, имевшее в ту пору свободные деньги, приобрело у кузена Шарля в Саламбье за 10 тысяч франков дом Вильпарези, который оно прежде арендовало. Бернару Франсуа улыбалась мысль вновь переехать в это селение. Там он был куда более заметной персоной, чем в Париже, где, по его словам, матерые волки сталкивались и грызлись в отвратительной грязи. Полагая, что жизнь на свежем воздухе и простые удовольствия способствуют долголетию, он и в 78 лет был не прочь поразвлечься с деревенскими девицами. Госпожа Бальзак надеялась, что Наре вместе со всеми переедет в Вильпарези. Но он отказался и снял для себя небольшую квартирку на шестом этаже в доме номер два по улице Турнон. Он намерен там работать, защищала брата доброй Лора. Но мамашу не так-то легко было провести. Она полагала, что Наре хочет без помех принимать у себя госпожу де Берни. Госпожа Бальзак Лорио Сюрвиль 29 августа 1824 года Я снова хочу поговорить с тобой о дезертирстве Наре. Как и вы, я охотно воскликнув браво, если он и в самом деле остался в столице для того, чтобы работать, его разуметь наконец, чего ему следует держаться. Но боюсь, он затеял все это для того, чтобы под благовидным предлогом без стеснения предаваться страсти, которая его губит. Он удрал отсюда вместе с нею. Она провела целых три дня в Париже. Я так и не могла повидать Наре, хотя он знал, что я приехала в столицу ради него. Думаю, они вместе сняли эту квартиру, и он выдает ее там за свою родственницу. Он верно потому и избегал встречи со мной, что не хотел говорить, где остановился. Все эти соображения заставляют меня считать, что она просто ищет полной свободы, вот и все. Дай-то Бог, чтобы я ошибалась и чтобы у него наконец открылись глаза. Дама с соколицы замучила меня визитами и знаками внимания. Сами понимаете, как мне это лестно. Она постоянно делает вид, будто проезжала мимо. Приходится хитрить. Не дальше, как сегодня, она заглянула к нам, чтобы пригласить меня к обеду, но я отказалась под благовидным предлогом. По словам госпожи Бальзак, родители неизменно позволяли Оноре пользоваться их кошельком. Госпожа Бальзак, Лориа Сервиль, 4 сентября 1824 года. Только недавно я предложила Оноре заплатить все его долги, если это будет способствовать взлёту его таланта и поможет написать наконец книгу, которую ему не стыдно будет признать своей. Но он отказался. Очевидно, не захотел принять на себя хоть какие-то обязательства. Я предлагала посылать ему провизию. Большего нам делать не следует в его же собственных интересах. Но он и этого не пожелал. За всё наше внимание он платит тем, что ведёт себя совершенно бесцеремонно, не уважая даже родительского дома. Несмотря на то, что мы старались сделать вид, будто ничего не замечаем, он поставил нас, повторяю, поставил нас в такое положение, когда уже больше невозможно сомневаться. Нам неловко перед окружающими. Когда я прохожу вместе с нею по улице селения, то хотя, как всегда, держусь с достоинствами, даже сурово смотрю на встречных, многие всё же хихикают нам вслед. Пусть только Лора, выслушав эти упрёки по адресу он и Ренни, думает, что госпожа Бальзак сердится на сына. Материнские объятия и кошелёк всегда открыты для него. Если он выкажет свой талант, это будет огромной радостью для его родителей. Если бы он смотрел на свою любовную связь как должное, то есть как на источник удовольствия, и не превращал её в помеху своим трудам, они бы радовались, видя, что он занят делами, чего-то добивается. Ему давно уже пора взяться за ум. С тех пор, как он перебрался в Париж, наша дама частенько туда наведывается. Она проводит там по два дня к ряду, вот почему я боюсь, что опасения мои были справедливы, и, покинув родительский дом, он лишь искал для себя полной свободы. Госпожа Бальзак с горечи отнеслась к тому, что женщина, которая была на год старше её самой и успела уже стать бабушкой, похитила у неё сына. Что касается Лоры Деберни, то она признаётся, что влюблена в Анаре больше, чем когда-либо. Госпожа Деберни Бальзаку, отчего так получается, дорогой, что, обретая огромное счастье в нашей любви, мы испытываем столько огорчений по вине окружающих. О, да, я люблю тебя. Ты мне нужен больше, чем воздух птицы, чем вода рыбе, чем солнце земле, чем тело душе. Повторяю простые слова, милый, я люблю, я обожаю тебя. Я хотел бы чаровать твой слух, как чарует его весенняя песня пташки. Я просил бы тебя прижать к сердцу свою милую и совершить вместе с ней чудесную прогулку. Мне хотелось бы уверить тебя, что наступят погожие летние дни, но в этой радости мне отказано. Боюсь, что мое письмо может навлечь на моего дорогого, моего любимого неприятности, вызвать дурные толки, и все удовольствие будет этим испорчено. Ты даешь мне так много, но твоя милая способна это почувствовать и оценить, как никто другой. О, почему не дано мне принять множество обличий, чтобы и самой давать тебе все, что я хотела бы и так, как я хотела бы. Но, милый друг, если мое тело, моя душа, все мое существо, которое украсила ныне самая возвышенная любовь, дарует тебе радость, я бесконечно счастлива, ибо всецело принадлежу тебе. Если госпожа Доберни в начале этой связи держала себя по-матерински нежно и чуть насмешливо, то теперь четыре года спустя она страстно привязалась к молодому человеку, чей незаурядный талант она почувствовала первой. Она страдала, видя, что он убивает все свое время на жалкие подделки, которые ему заказывает Рессон, литературный маклер, ловко эксплуатировавший этот неиссякаемый источник вдохновения. Бальзак был не просто журналист, он был поистине блестящий журналист. Чуть не всякий день он отправлялся либо в кафе Вольтер, либо в кафе Минерва возле комедии Францесс, где встречался со своими приятелями. Рессон, умевший гораздо лучше, чем оноре соблазнять книгопродавцев, предлагал Бальзаку работу над всевозможными кодексами. В ту пору жанр этот был в моде и можно назвать множество забавных, циничных или игривых его образцов. Гражданский кодекс, кодекс честных людей, кодекс камеваяжора, кодекс литератора и журналиста, любовный кодекс. Бальзак, и кодекс. Бальзак, кодекс честных кодекс честных людей, появился сперва без подписи, а затем за подписи Рессона. Но создан он был главным образом Бальзаком, и сам Рессон это признал. В трактации можно, пожалуй, назвать Бальзаковским и вместе с тем Свифтовским. Цель его предостереть честных людей от опасностей, грозящих их любезным денежком, за которыми на каждом шагу охотятся парижские ирокезы. Автор не слишком возмущается ворами. Всякий социальный порядок зиждется на ворах. Без них жизнь была бы такой же тусклой, как комедия без Криспена и Фигаро. Примечание имеется в виду хитрые, ловкие слуги французской классической комедии. Криспен, герой комедии Лесажа, Криспен соперник своего хозяина, 1707 год, Фигаро, герой трилогии Бомарше, Савельский цирюльник, 1775 год, женитьба Фигаро, 1784, преступная мать, 1792. К чему бы это повело? Как стали бы жить жандармы, судейские, чиновники, полицейские, слесари, привратники, тюремщики, адвокаты? К тому же ведь все воруют. Поставщик, снабжающий армию провиантом, а Бальзак хорошо знал людей этого сорта, который должен прокормить 30 тысяч человек, вносит в списки мертвые души, сбывает затхлую муку и подпорченную провизию, иначе говоря, ворует, иной сжигает завещание, этот запутывает отчеты по опеке, тот придумывает тантину. И Бальзак, опираясь на опыт, который он приобрел, общаясь с судейской братьей, со знанием дела разоблачает всевозможные уловки адвокатов и нотариусов. Они искусно стряпают всякие кабальные контракты, фальшивые закладные. Автор дает честным людям благоразумные советы. Запомним, как первую заповедь, что самая худая мировая сделка лучше самой доброй тяжбы. Если же вас все-таки вынудят судиться, откажитесь от разорительных прошений и никому ненужных требований. Ублажайте клерка и не занимайтесь его патроном. Не скупитесь на трюфеле и хорошее вино. Помните, что, потратив триста франков вы сбережете тысячу этил? Книжечка была пропитана циническим сарказмом. Как правило, светский человек, получивший хорошее воспитание, может пожертвовать своей безукоризненной честностью лишь ради крупных сумм, которые сулят ему надежное богатство. Эта небольшая брошюра по-своему важна. То была настоящая записная книжка писателя со множеством набросков. Здесь нетрудно обнаружить в зародыше будущие романы, где большую роль станет играть закон и всевозможные судебные кляузы. Вместе с тем художник, пока еще с насмешливой снисходительностью, относится даже к худшим из своих моделей. Когда мода на кодексы миновала, и на смену им пришли различные физиологии, Бальзак сделал первый набросок физиологии браком. Отец уже давно излагал ему свои экстравагантные взгляды на плотскую любовь и на Евгенику. Старый друг Хоноре Вилле Лафе много рассказывал юноше о женщинах, об их хитростях, о супружеской дипломатии. Орас Рессон и Филарет Шаль дали ему прочесть книгу Стендаля о любви, и он пришел в восторг. Семейная жизнь его собственных родителей позволила ему сделать об адюльтере и связанных с ним опасностях. Необыкновенная любовь госпожи Бальзак к младшему сыну Анри, этому чужаку, которого она ввела в семью, не признававшую его своим, в восторчестве заставляла Анри немало страдать. Суровые уроки преподала ему жизнь читы Берни, читы Сервилей, читы Монзаглей. Словом, уже в ранней молодости Бальзак достаточно нагляделся на семейные неурядицы и подумывал о том, чтобы все это описать. Он долго искал название будущей книги, супружеский кодекс, искусство сохранить верность жены, искусство уберечь жену. Наконец, он остановился на заголовке «Физиология брака». Тон этого произведения подсказал Бальзаку один из его любимых писателей Лоренц Стерн, советовавший по определению Бардеша смотреть на брак как на известный недуг, который время от времени проявляется в физиологическом акте. Хотя «Физиология брака» вышла в свет гораздо позднее, уже в 1824-1825 был написан первый ее вариант. Возможно, в работе над ним деятельно участвовал и Бернар Франсуа, ибо сохранился экземпляр этого произведения, который Онаре велел переплести вместе с брошюрой своего отца «История бешенства». Для такого рода второстепенных работ Бальзаку приходилось очень много читать. Он рылся в книгах, изучал иностранных авторов. Он выказывал энергию, достойную Наполеона. Однако ему уже исполнилось двадцать пять лет, а успех все не приходил. Романы Ораса де Сентобена в их ценность он не верил. Он и писал то их с усмешкой, а порой даже немного стыдясь. Почему? Да потому что чувствовал, он способен совсем на иное, он ощущал себя философом, мыслителем. Он Ре приобрел известную сноровку, овладел некоторыми приемами мастерства и теперь мечтал о чем-то большем. Какой-нибудь Рессон или Лепуатвен могут довольствоваться ролью литературных поденщиков, готовых взяться за любую поделку, но он все заставляло его стремиться к великому и все неумолимо отбрасывало его к ничтожному. Я был жертву чрезмерного чистолюбия. Я полагал, что рожден для великих дел и прозябал в ничтожестве. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили, задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживаясь к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными. Всем говорили дерзости, покусывая на балдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они присыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых, как на легкую добычу, готовые отдаться с первого же слова. При маломальске смелом натиске в ответ на первый бесстыдный взгляд. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность. Многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любые испытания, отдал бы свои души на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий. Они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Между тем надо было жить. Теперь он обитал один на улице Турном. Пуповина была перерезана. Иногда мать тайком платила за его жилье. Известно, что в 1824 году Оноре долго болел, он слишком много работал и по-прежнему мечтал прославить имя Бальзак. Однако он все еще писал под псевдонимами, ибо сам не верил в ценность того, что создавал. В начале его литературной карьеры родители ждали чуда. Неизменно благожелательный и бодро настроенный Бернар Франсуа, как и раньше, писал родственникам. Оноре работает без передышки, он занят изящной словесностью, из-под его пера выходят славные и весьма интересные произведения, их хорошо раскупает. Но сам автор судил себя гораздо строже. Он до такой степени себе опротивил, что иногда подумывал о самоубийстве. Так по крайней мере рассказывает Этьен Араго. Вот как передает эту сцену Орегон. Однажды вечером, проходя по какому-то мосту через Сену, Этьен Араго заметил Бальзак. Тот стоял неподвижно, облокотившись на парапет и глядел на воду. Что вы тут делаете, любезный друг? Уж не подражаете ли персонажу из Мизантропа? Плюете в воду и любуетесь расходящимися кругами? Я смотрю на Сену, отвечал Бальзак, и спрашиваю себя, не следует ли мне улечься спать, завернувшись в ее влажные простыни. Услышав такой ответ, Этьен Араго остолбенел. Что за мысль вскричал он самоубийство? Да вы с ума сошли? Вот что, пошли-ка со мной. Вы ужинали? Поужинаем вместе. Маловероятно, что веселый юноша, чья голова была битком набита планами, счастливый любовник и в самом деле собирался наложить на себя руки. Но неужели ему было осуждено всю свою жизнь, она, как известно, коротка и неповторима, выполнять подденную работу для книгопродавцев? Деловой человек в собственном воображении Никогда не следует судить тех, кого любишь. Настоящая привязанность слепа. Бальзак Шел 1825 год. Бальзак, живший на улице Турнон, почти ежедневно виделся с госпожой де Дорни. Она продала свой дом в Эль-Паризи и поселилась теперь неподалеку от возлюбленного. Она давала ему все. Обожание опытной женщины, сладострастной и вместе нежной, материнскую любовь стареющей Герии к молодому человеку, глаза которого, по словам Теофиля Готье, походили на два черных бриллианта и время от времени вспыхивали яркими золотистыми искрами, то были глаза властелина, ясновидца, укротителя. Она знала свет и давала оноре ценные советы. Как там себя вести? Она много рассказывала ему о старом режиме, о революции и обществе времен империи, зародившемся в период директории. Проницательная, насмешливая и страстная, не питавшая иллюзии насчет людей и все же относившаяся к ним беззлобно, способная на безграничную преданность. Она описывала ему всевозможные интриги, алчные устремления, заговоры, словом, объясняла жизнь. Он наблюдал современное ему общество, общество реставрации. Человеческая энергия, которая в годы империи расходовалась на воинские подвиги, теперь накапливалась и это таило в себе опасность. Бальзак постигал особые интересы, отличавшие эпоху, как и все переходные эпохи. На самом верху общественной лестницы смешивались два социальных слоя. С одной стороны, прежняя аристократия, населявшая Сен-Жерменское предместе, придевшая в годы якобинской диктатуры. Она опять укрепилась после возвращения короля и ныне прометчиво пыталась вновь утвердить свое первенство, свои исключительные права, требовала возмездия. С другой стороны, множество выскочек рожденных империй, финансовые воротилы, многие из которых удержались на поверхности, приняв сторону монархии, если не по велению души, то по расчету. Оба эти слоя были почти недоступны оноре Бальзапу. Ниже их располагалась уже обузданная, осторожная, затаившая злобу часть буржуазии, которая боялась утратить то, что она приобрела и завоевала благодаря революции. Генный отпрыск буржуазной семьи, сын наполеоновского чиновника, Бальзап должен был ненавидеть ультра-ройалистов. Все что бонапартистский пыл, видимо, переполнял сердце этого юноши, пишет Дорнар Гийон. Ему был понятен гнев молодых либералов и ярость оставшихся неудел героев былых сражений, офицеров на половинном пенсионе. Они не могли найти себе применение в мирной жизни, а потому все дни играли на бильярде в кафе и вынашивали заговоры против существующего режима. Надо всем стоял король Людовик XVIII. Он ясно видел опасность и хотел бы засыпать пропасть, разделявшую две группы французов. Бальзак отдает должное его благоразумию. Последний из бурбонов столь же старался угождать третьему сословию и людям империи, сколь ревностно первый из Наполеона усердствовал, чтобы привлечь на свою сторону высшую знать и ублаготворить церковников. Никому неведомый свидетель молодой Бальзак наблюдает общество реставрации так, как умеет наблюдать только художник или счастливый любовник. Он видит все, по выражению Сент-Дева, как бы снизу, из толпы, среди страданий и битв, с тем безмерным возделением, порождаемым талантом и натурой, благодаря которым запретный плод заранее предвкушаешь тысячу раз, воображаешь, наслаждаешься еще прежде, чем завладеешь им и отведаешь его. Представшее его взором парижское общество казалось ему безжалостным, даже жестоким. Ради карьеры тут плели самые коварные интриги, замышляли козни. Бальзак от природы добрый малый, с душой открытый всему высокому, недостаточно остерегался акул, шнырявших вокруг. Он, конечно же, наблюдал в родительском доме невзгоды супружеской жизни, ожесточенные ссоры из-за денег, он не раз слышал циничные парадоксы своих приятелей и литераторов, вдыхал смрадный запах грязной кухни продажных журналистов и изголодавшихся книгопродавцев, и тем не менее он был подвержен приступам простодушной доверчивости. В то время как он и ре мало-помалу терял надежду добиться литературной славы и даже стал сомневаться, сможет ли он заработать себе на жизнь пером, ибо, хотя книгопродавцы не скупились на посулы, их векселя часто оставались неоплаченными. Один из друзей его отца, Жан-Луи Дасонвиль де Ружмон, владелец поместья Монгла в департаменте Сеной Марна, посоветовал ему попытать счастье в иной сфере, стать дельцом. Жан-Тамаси, постоянный советчик Бальзака, говорил то же самое. Предпримите какие-нибудь практически полезные шаги, а литературой займитесь сверх того. Прежде чем думать о десерте, позаботимся, чтобы у нас было два сытных блюда, только тогда можно спать спокойно и с чистой совестью. Тот, кто видит в литературе средства сделать карьеру, берет в руки оружие без предохранителя, которое часто ранит смельчака. К тому же зависть постоянно преследует человека, посвятившего себя одной только изящной словесности. И, напротив, тот, кто занимается ею на досуге и с прихоти, скорее выкажет свой ум и добьется успеха. Почему бы и в самом деле не сочетать деловую и литературную деятельность? У Анарея была общая черта с отцом. Оба любили дерзкие начинания. Воображая себя деловым человеком, Бальзак легко загорался от каждого смелого проекта. Увидя первые дагеротипы, он сразу же понял, какое блестящее будущее открывается перед новым изобретением и горевал, что не может посвятить себя этому делу. Нетерпеливый от природы, он стремился к быстрому успеху, пренебрегая надежными средствами для достижения его, ибо они требовали слишком много времени. И вот в лавке книга продавца Юрбана Каннеля, она помещалась на площади Сент-Андре-де-Зар, в доме номер 30, с которым Бальзака познакомил Рессон, и который готовился издать роман Ван Клор, он и Рэл узнал, что Каннель в компании со своим собратом по профессии Деланшаном намерен издавать Ла Фонтена и Мольера. Полное собрание сочинений каждого из них должно было уместиться в одном томе, набранном мелким шрифтом в две колонки. Такая мысль привела Бальзака в восторг. Разносятся тысячи просвещенных читателей пожелают приобрести столь удобное издание классика. Если он примет участие в этом предприятии, то почти без труда сколотит себе состояние, а кроме того, у него останется очень много времени для того, чтобы писать. И Бальзак заключил с Юрбаном Каннелем контракт, по которому он должен делить с ним доходы, расходы и опасности, связанные с опубликованием всего Мольера в одном томе. Чтобы покрыть расходы, нужны были деньги. Дассанвиль де Ружмон ссудил онере 6 тысяч франков, затем еще 3 тысячи, но под большие проценты. Госпожа де Берни охотно дала 9 250 франков для издания Ла Фонтена. Она одобряла план, к тому же ей очень хотелось, чтобы ее юный друг стал независим от семьи, которая, кстати сказать, тоже была в полном восторге. Родители терпеливо ждали литературного успеха сына, но ему уже исполнилось 26 лет, а признания все не было, пусть попытает теперь счастье в делах. Только один человек призывала Нарея к осмотрительности, бедная Лоранца, которая с каждым днем угасала, ее здоровье было подорвано тяжелыми переживаниями и неприятностями. Бездельник муж требовал от жены подписи под документом, который позволил бы ему обобрать несчастную. Госпожа Бальзак запретила дочери подписывать доверенность. В последние дни новой, тяжело протекавшей беременности, таявшей от чахотки Лоранца, вынуждена была искать прибежище у родителей в доме номер 7 по улице Руадоре. Но здесь мать терзала ее обидными попреками. «Я всегда буду делать то, что смогу для дочери», заявляла она, «но я не властна отныне любить ее». Лоранца де Монзегль Бальзаку 4 апреля 1825 года «Твои коммерческие начинания, дорогой Оноре, а их уже целых три, не то четыре, не идут у меня из головы. Писатель должен довольствоваться своей музой. Ведь ты с головой ушел в литературу. Так разве это занятие, без остатка заполнявшей жизнь знаменитых людей, посвятивших себя сочинительству, может оставить тебе время для новой карьеры, может позволить тебе отдаться коммерции, в которой ты ничего не смыслишь. Когда человек впервые берется за такие дела, так чтобы преуспеть, он должен с самого утра и до поздней ночи помнить об одном, надо постоянно заискивать перед людьми, расхваливать свой товар, дабы продать его с прибылью. Но ты для этого не годишься. Окружающие тебя дельцы будут, конечно, все расписывать самыми радужными красками. Воображение у тебя богатое, и ты сразу же представишь себя обладателем тридцати тысяч ливров годового дохода. А когда фантазия у человека разыграется, и он строит множество планов, то здравый смысл и трезвость суждения оставляет его. Ты очень добр и прямодушен. Где уж тебе уберечься от человеческой подлости? Все эти размышления, милый Онере, вызваны тем, что ты мне очень дорог, и я предпочла бы знать, что ты по-прежнему живешь в скромной комнате на пятом этаже без гроша в кармане. Но зато трудишься над серьезными сочинениями, пишешь, а не занимаешься блестящими коммерческими операциями, которые сулят состояние. А теперь я с вами прощаюсь, господин предприниматель. Будьте предприимчивы, как и положено хорошему коммерсанту, только смотрите, чтобы за вас самого часом не принялись. А если добьетесь богатства, то не женитесь, ибо у вас растут два прелестных племянника и племянница. Я, конечно, шучу, братец, но об одном прошу тебя очень серьезно. Не позволяй своей музе слишком долго дремать. Мне не терпится увидеть твои новые произведения, прочитать их. Беднежка Лоранса как в воду глядела, но Анарес головой ушел в свою коммерческую авантюру. Йорбен Каннль искал гравера со скромными запросами, которому можно было бы поручить иллюстрации к изданию классиков. Такой человек нашелся Волонсони, то был местный книгопродавец Пьер Франсуа Годар. Бальзак сел в дилежанс и вскоре отыскал Годара среди живописного нагроможения старых домов с коньками на крышах, башенок, ловчонок. Безошибочный взгляд и память Бальзака тут же запечатлели эту картину. Договор с Годаром был подписан в его лавке 17 апреля 1825 года. Распрощавшись с ним, Бальзак отправился в гостиницу «Мавр» — харчевню, каких много в Нормандии, с конюшней в глубине двора и кухней под навесом. Еще одна картина попала в кладовую его памяти. Вернувшись в Париж, он принялся за предисловие к сочинению Мольера и Ла Фонтена. Ему надо было закончить роман «Лан Клор» или «Бледноликой джен», и одновременно приходилось хлопотать о том, чтобы, выйдя в свет, Мольер был встречен доброжелательными статьями. Бальзак рассчитывал на содействие Филарета Шаля, приятеля Рессона. Филарет был умный, критик и много писал. Отцы молодых людей, член конвента Шаль и якобинец Рессон, в свое время были товарищами по политическим битвам. Филарет Шаль недавно вернулся в столицу после двухлетнего пребывания в Англии и теперь деятельно сотрудничал в журналах и газетах. Бальзак обратился к нему за поддержкой. Госпожа де Барни и Дассонвиль выдали вексель под его будущие успехи. Надо было оправдать их доверие, добиться удачи. Сюрвиль между тем получил вожделенный пост. Его назначили на должность инженера департамента Сене-Уаза с местопребыванием в Версале. Онаре часто приезжал туда погостить к сестре. Дочь близкой приятельницы семьи Бальзаков Камила де Вануа была очень дружна в пансионе с прелестной как ангел Жозефиной Добрантес дочерью Лоры Пермон вдовой генерала Жино герцога Добрантес. Лора Сюрвиль через своих друзей Делануа познакомилась с прославленной герцогиней которая также жила в Версале. В прошлом у Лоры Добрантес женщины темпераментной и не слишком строгих правил было много связей. В частности она была близка с князем Меттернихом канцлером Австрии и душой Священного Союза. В 1825 году она говорила что ей 41 год. Примечание Священный Союз Политический Союз Австрии Пруссии и России созданный после победы над Наполеоном ставил своей целью борьбу против революционного национально-освободительного движения в Европе 1815 1833 годы. При реставрации дама эта, как и многие другие, внезапно обнаружила в себе монархические чувства. Наполеон, некогда бывший ее кумиром, теперь сделался чудовищным узурпатором. После Ватерло она попыталась вновь устраивать свои обеды для узкого круга друзей, однако пассив по наследству оставшемуся после жено достиг миллиона. Разоренной вдове пришлось продать драгоценности, обстановку и винный погреб. Полина Боргезе, которая по-прежнему была богата, давно уже зарилась на сапфиры и испанские вина своей старинной приятельницы. Примечание. Полина Боргезе 1780-1825 годы сестра Наполеона, жена князя Камилла Боргезе, принадлежавшего к одной из богатейших и влиятельнейших семейств Италии. Получив пенсион в размере шести тысяч франков, Лора Добрантес поселилась в Версале, в небольшом особнячке на улице Монтрей, где вела очень скромное существование. Она хотела попробовать свои силы в литературе с тем, чтобы пополнить скудные доходы. Она все еще оставалась красивой и привлекательной. В нее были живые глаза, свежий рот, черный, как смоль волосы. Хоноре был очарован. Знакомство с герцогиней, пусть даже с герцогиней времен империи, льстило его тщеславию. Лора Добрантес жила при дворе в Тюльри. Эта женщина писала о ней в своих воспоминаниях Виржини Ансело видела Наполеона, когда он был еще никому неизвестным молодым человеком. Она видела его за самыми обыденными занятиями. Потом на ее глазах он начал расти, возвеличиваться и заставил говорить о себе весь мир. Для меня она подобна человеку с отречисленному клику блаженных и сидящему рядом со мной после пребывания на небесах возле самого Господа Бога. Живой, любознательный, начитанный юноша не оставил герцогини равнодушной. У него были связи в литературном мире. Она попросила Бальзака прочесть ее перевод. Онре подсказал ей более чистолюбивые планы. Отчего бы ей не написать мемуары? Он попытался сделать Лора Добрантес своей любовницей, дама уклонилась. И он обвинил ее в том, что она позволяет рассудку одерживать верх над чувствами. Существует, говорил он ей, два сорта женщин. Одни олицетворяют собой грацию и покорность, в других мужской ум и смелые замыслы причудливо переплетаются со слабостями их пола. Бальзак высказал такую аксиому. Женщина только тогда по-настоящему трогательна и хороша, когда она покоряется своему господину мужчине. Однако Лора Добрантес не была расположена играть роль покорной любовницы. Она предложила ему свою дружбу. «Дружба это химера, за которой я вечно устремляюсь в погоню, несмотря на разочарование, часто выпадающее на мою долю, отвечал он с досадой. С детских лет, еще в колледже, я искал не друзей, а одного единственного друга. На сей счет я разделяю мнение Ла Фонтена, но я до сих пор еще не нашел того, что в самых радужных красках рисует мне романтическое и взыскательное воображение. Однако мне приятно думать, что есть такие натуры, которые сразу же понимают и по достоинству оценивают друг друга. Ваше предложение, сударыня, так прекрасно и так лестно для меня, что я далек от мысли отклонить его». Кто-то сказал герцогине Добрантес, что Бальзак влачит ярмо, украшенное цветами. Намек на его связь с Лорой Деберни. Он возмутился. «Уж если я могу чем-либо гордиться, то именно своей душевной энергией подчинение для меня невыносимо. Я отказался от многих должностей, потому что не хотел ни у кого быть под началом. В этом смысле я настоящий дикарь». Красавицы любят дикарей, и подобная декларация независимости могла внушить женщине желание поработить такого человека. Он и на это надеялся. Вот как он описывал себя герцогине. «Во мне всего пять футов и два дюйма роста, но я вобрал в себя множество самых несообразных и даже противоречивых качеств. Вот почему те, кто скажет, что я тщеславен, расточителен, упрям, легкомыслен, непоследователен, самонадеян, небрежен, ленив, неусидчив, безрассуден, непостоянен, болтлив, бестактен, невежествен, невежлив, сварлив, переменчив, будут в такой же мере правы, как и те, кто станет утверждать, что я бережлив, скромен, мужествен, упорен, энергичен, непривередлив, трудолюбив, постоянен, молчалив, тонок, учтив и неизменно весел. Тот, кто назовет меня трусом, ошибется не больше, чем тот, кто назовет меня храбрецом. Сочтут ли меня ученым, либо невеждой, человеком талантливым, либо бездарным, что бы во мне не обнаружили, меня ничто не удивит. В конце концов, я пришел к заключению, что я всего лишь послушный инструмент, на котором играют обстоятельства. Как объяснить подобный калейдоскоп? Ведь, может, все дело в том, что судьба наделяет души людей, стремящихся описать страсти, которые волнуют человеческое сердце этими же самыми страстями, дабы они могли силой воображения пережить то, что живописует. А разве наблюдательность не есть своего рода память, помогающая этому живому воображению? Я начинаю думать, что это именно так. 11 августа 1825 года несчастная Лоранса произвела на свет второго сына и, измученная тяжелыми родами, скончалась у своих родителей в доме номер 7 по улице Руадоре. Безразличие близких кеопечальной участи было почти неприличным. Лорансу всегда недостаточно любили в семье. 3 августа 1825 года Бернар Франсуа писал племяннику «Госпожа де Монзегль, моя младшая дочь и мать двух мальчуганов, которой исполнилось всего 22 года, к тому времени, когда вы получите это письмо, переселится уже виной мир. Это весьма прискорбно. Моя старшая дочь, госпожа Сюрвиль, забеременна меняла вторично. Ее муж разработал проект нового канала, сооружение которого обойдется в 17 миллионов. Правительство одобрило этот проект и назначило его главным инженером сего великого предприятия. Акционерное общество ищет капиталы, чтобы начать работы. Эссонский канал, которому Бернар Франсуа с безотчетным эгоизмом уделял не меньше внимания, чем безвременный кончений Лоранце, играл огромную роль в жизни семьи. Все рассчитывали разбогатеть благодаря ему. Он уже набрасывал черновики будущих проспектов. Между тем, директор ведомства путей сообщения распекал Сервиля за то, что тот, занимаясь собственными проектами, пренебрегает своими прямыми обязанностями. Характерная черта в повседневной жизни Онере разделял чисто любивые мечты своего зятя Сервиля, надеявшегося разбогатеть. Бальзак писатель наблюдал, какие опустошения производит навязчивая идея в душе его родственника. День смерти Лоранце Онере гостил в Версале у сестры. Лора тяжело переносила беременность, и он сперва скрыл от нее печальную весть, которую поделился с герцогиней Добрантес. Бальзак герцогиня Добрантес 11 августа 1825 года Бедная моя сестра отмучилась. Только что прибыл на Рошный. Я уезжаю и не могу даже сказать, сколько времени отнимет у меня эта горестная церемония и все, что с ней связано. Затем я возвращусь в Версаль. Проявите же хоть немного сострадания, раз уж вы не питаете ко мне иного чувства. И не огорчайте меня в минуту, когда столько горести обрушилось на мою голову. Прощайте. Молю вас, сохраните свою дружбу ко мне. Она послужит мне поддержкой в этих новых не знает. Не выдавайте же ей печальную тайну этой трагической смерти. Я уезжаю вместе с Сервилем. Прощайте. Прощайте. То, что в августе было еще дружбой, в сентябре превратилось в любовь. В письме, отправленном из США, Бальзак обращается к герцогине на ты и называет ее дорогая Мари. Герцогиню де Бронтес, как и госпожу Бальзак, как и госпожу Сервиль, как и госпожу де Берни звали Лора. Однако любимая избранница, так она и именовала свою возлюбленную Лору де Берни, столько раз выслушивала клятвы верности из уст своего непостоянного любовника, что теперь ему было неудобно, адресуя любовное письмо другой женщине, называть ее тем же именем. Беспокойная совесть рождает причуды, которые непонятны верности. Герцогиня звала его Версальф. Он обещал ей как можно скорее покинуть Турень, чтобы вновь насладиться радостью встречи с нею. Я прощаю тебе, любимый мой ангел, все недобрые упреки, которые вы мне адресовали, и надеюсь, что вскоре вновь буду опьяняться милым взглядом, любоваться дивным личиком, я не уеду отсюда раньше 4 октября. Таким образом, я еще надеюсь получить нежное письмо от моей Мари, но не от недоброй Мари, а от Мари обожаемой, Мари, которую я так люблю. Я готов лететь к тебе на крыльях, дорогая, но прежде хочу получить письмо полное любви и примирения. Тогда я приеду проникнутой благодарностью. Теперь ты можешь полностью рассчитывать на мое возвращение. Стать любовником герцогини Добронтеса, обращаться к ней на ты? Положительно, наш бахвал Анаре делает успехи в королевстве женщин. В королевстве изящной словесности ему также улыбнулась надежда. Выпустив свет в сентябре 1826 года роман «Ван Клор», Ербен Канель заговорил о нем с одними своих постоянных авторов, Анри де Латушем, который пользовался определенным весом в газетах. Вот книга мужественного молодого человека с большим будущим. Вы пользуетесь влиянием и должны оказать ему услугу, сказав о нем несколько одобрительных слов. Примечание Латуш Анри 1785-1851 годы французский писатель, журналист, издатель, издавал газету Фигаро, оказывал покровительство начинающим писателям Бальзаку, Жорж Санд, Жюлю Сандо и другим. Латуш, человек весьма образованный, пробовал себя в различных жанрах. Он писал пьесы, романы, статьи, но так и не сумел обуздать чудовище, то есть славу. Поэтому нраву он был довольно угрюмого, быстро обижался, но критикам слыл компетентным. «Я создал больше авторов, нежели произведений», с горечью говаривал Латуш. Этот доброжелательный ворчун прочел роман «Ван Клор» и наряду с серьезными погрешностями обнаружил в нем большие достоинства. Особенно понравилась ему та сцена, где провинциальная дама, перезрелая кокетка, заслышав звонок гостя, отсылает дочь в другую комнату играть на фортепиано, чтобы избавиться от соперницы. Эта стрела была предназначена матери Бальзак. «Среди потока книг, обрушивающегося на нас», писал Латуш, «эта книга достойна быть отмеченной. Быстро развивающиеся и захватывающие действия, драматические сцены, яркие, сильно написанные картины, все привлечет читателей, особенно читательниц, которые любят обнаруживать в романе верные наблюдения и занимательность действия. Через несколько дней Латушу посетил бледный, худой, щуплый молодой человек, черноволосый, с пронзительным взглядом. На нем был реден год с пелериной и короткие панталоны, штрипки тщетно пытались притянуть их к земле. Шляпа лоснилась от дождя. Это был Бальзак, пришедший поблагодарить критика, в знак признательности он пообещал Латушу чудесную лошадку, объезженную индийским заклинателем змей. Этот великолепный дар существовал только в воображении дарителя. Но Бальзак понравился Латушу, и тот написал о нем вторую статью. Драма Гетте с трогательными сюжетами, красочными, а порой забавными подробностями, послужила без сомнения первоисточником романа «Ван Клор». Вы испытываете живой своеобразный интерес при чтении этой книги, детище ума изысканного и руки порой талантливой, но зачастую небрежной. К тому же роман «Ван Клор» уже завоевал репутацию книги весьма трогательной, готовится и во второе издание. Латуш возвещал об успехе, чтобы вызвать его. В действительности же книга без движения лежала на складе Юрбена Канеля. Бальзак впал в уныние. В глазах близких он становился неудачником, автором романов, на которые нет спроса. Время от времени родные из жалости приглашали его погостить виль-порези. Бернар Франсуа Бальзак Лориа Сюрвиль 14 января 1826 года Онаре приехал сюда на прошлой неделе. Я ничего ему не стал говорить, но, по-моему, он в полном изнеможении. Дошел до крайности. За четыре дня он немного оправился, но не мог сочинить ни строчки. На пятый день он принялся за работу, написал страниц 40 и в среду снова уехал в Париж, чтобы через день вернуться и потрудиться как следует. Мы с твоей мамой заплатили за его жилье. Я вручил ему расписку домовладельца вместо новогоднего подарка. Сообщаю это только тебе одной. Вернется ли сюда Онаре? Что он собирается делать? Что будет делать? Об этом я ничего не знаю и понимаю только одно. Ему 27 лет, а он уже потратил столько сил и способностей, сколько иной не потратит и к 40 годам, но ничего толком не добился. Деловые начинания Бальзака, все его грандиозные замыслы также пока не принесли ожидаемого успеха. Ла-Фонтен начал выходить отдельными выпусками. По 3000 экземпляров, но продажа шла очень туго. Компаньоны уступили Онаре свою долю. Они были довольны, что могут от нее избавиться. Он остался единственным владельцем дела, но для того, чтобы довести здание до конца, надо было вновь залезать в долги. Книгопродавец Будуэн приобрел у него весь тираж Ла-Фонтена за 24 тысячи франков. Расходы составили 16 741 франк. Судя по цифрам, Бальзак даже получил прибыль, однако Будуэн заплатил векселями фирм, потерпевших банкротство. В те времена это было распространенной мошеннической проделкой. Слишком доверчивому кредитору подсовывали сомнительные векселя, которые дисконтеры учитывали только из 30%. Дассон-Виль посоветовал Бальзаку стать типографом, чтобы покрыть понесенные убытки. Такая возможность прельстила Онере. Подумать только, ведь так выгодно быть собственным типографом, он издаст не только сочинение Мольера, но и сочинение Корнеля, Россина. Фактор Барбье предложил Бальзаку приобрести типографию Лорана со всем оборудованием. Она помещалась на улице Море-Сен-Жермен в доме номер 17. Требовалось 60 тысяч франков. У Бальзака не было и сотой доли этой суммы. Госпожа де Ленуа, неизменная покровительница семьи, согласилась судить 30 тысяч франков под поручительство родителей Онере. Госпожа де Берни знала о его связи с герцогиней де Бронтес. Возможно, ее осведомила об этом госпожа Бальзак, которая, будучи в гостях у Сервилей, узнала о новом любовном приключении сына и, видимо, не без задней мысли проявила нескромность. Тем не менее, она по-прежнему помогала своему юному другу, что вызывало у Бернара Франсуа чувство признательности к ней. Супруги Бальзак прощали любовницы ее грехи, ибо она искупала их, вкладывая деньги в деловые начинания Онере. Однако госпожа де Берни сильно страдала из-за неверности возлюбленного и запретила ему видеться впредь с другой Лорой. Неразрешимая дилемма. Любовь герцогини льсила Бальзаку, отношения с ней могли быть ему полезны, но она одержала верх. Поставленный перед выбором, он отдалился на время от второй Лоры. В ответ на это она разразилась яростным и презрительным посланием. Герцогиня де Бронтес Бальзаку 1826 год Ваше упорное нежелание приехать более чем смешно. Чтобы успокоить ваши опасения, говорю без всякого гнева. Полное безразличие сменило в моем сердце все, что было в нем прежде. Говоря безразличие, я именно это и имею в виду, так что не страшитесь ни сцен, ни упреков. Однако мне необходимо вас увидеть. Как ни странно, но так оно и есть. Если бы тут не были затронуты интересы моей семьи, моего будущего, да и ваши, поверьте, я бы согласилась считать недействительными все отношения между нами, прошлое, настоящее и грядущее. А посему соблаговолите вспомнить в последний раз, что я женщина и проявите ко мне хотя бы ту простую и необходимую вежливость, какую всякий мужчина проявляет к самой последней из нас. Неужели вы настолько слабы, что боитесь ее ослушаться, бедняга? В таком случае это еще более достойно сожаления, чем я думала. Соблаговолите прислать мне книги, которые вам выдавали по моей просьбе. Библиотека Реверсаля напоминал мне о них уже по крайней мере раз десять. Чтобы приобрести патент типографа, требовалось свидетельство из полиции. Оно было вполне благоприятным. Господин Онареда Бальзак аттестовался в нем как благонравный и благомыслящий молодой человек из зажиточной семьи, окончивший юридический факультет и в довершении ко всему литератор. 4 июня 1826 года Бальзак покинул улицу Турном и поселился в доме номер 17 на улице Морес-Эн-Жермен. В наши дни она называется улицей Висконти. То была скорее не улица, а улочка, расположенная в живописном уголке Парижа, где в 18 веке обитали главным образом сочинители и комедианты. В нижнем этаже дома помещалась довольно большая типография, ее окна выходили на улицу. Винтовая лестница с железными перилами вела в жилище самого Бальзака, состоявшее из прихожей, столовой и спальни с Альковым. Латуш, обладавший вкусом и любивший старину, помог она обставить эту спальню, обтянутую прелестным голубым перкалем. Получилась очаровательная холостяцкая квартирка, где можно было принимать госпожу Деберни. Только ежедневные ее визиты позволяли онере сносить тягостную жизнь, адский шум машин, неотвязные мысли о неотвратимо приближавшихся сроках платежей. Когда Бальзак еще жил на улице Леди Гьер, он бросил вызов Парижу. А теперь кто победит, я или ты? Ему нравилось мечтать о том, как в один прекрасный день, благодаря своему гению, он будет царить здесь. Ныне же ему приходилось дышать запахом бумаги и типографской краски, вести конторские книги, выписывать счета, замечает Орегон. Он печатал исторические мемуары для Канеля и Сотле, коммерческие проспекты, где рекламировались отхаркивающие пилюли залог долголетия. Идея долголетия просто преследовала его. Словарь вывеса города Парижа, романтические анналы на 1828 год, избранные сочинения Вельмена, театр Клара Гасульта из пьесы Мериме и сотни различных брошюр, объявлений, памфлетов. Он, между прочим, выпустил третье издание романа Сен-Мар Альфреда Довиньи, который так описал своего типографа. То был молодой человек, грязный, худой, необыкновенно болтливый, не умевший досказать ни одной фразы до конца и брызгавший при этом слюной, ибо в его слишком влажном рту не доставало чуть ли не всех верхних зубов. Лора Доберни не покидала своего оноре. «В этой ужасной борьбе меня поддерживал ангел», напишет он десять лет спустя Эвелине Ганской. «Госпожа Доберни стала для меня настоящим божеством. Она была одновременно матерью, подругой, семьей, другом, советчицей. Она создала писателя, она утешала молодого человека, она плакала, как сестра, она смеялась, она являлась каждый день точно благодатная дремота и усыпляла все горести. Ибо горести терзали его. Заказчики в типографии обращались нечасто и платили они плохо. Предприятие не окупало себя. Бальзак не умел точно исчислить стоимость работ, ему не удавалось предупредить утечку, которая неизменно бывает очень велика, когда хозяин не сведущий в деле и не способен следить за подчиненными. У него обнаружилась досадная привычка смешивать собственные расходы с расходами типографии. И все же в 1827 году ему пришла в голову мысль расширить фирму. В свое время ради того, чтобы стать издателем, он задумал сделаться типографом, а теперь, чтобы остаться типографом, он решил обзавестись словолитней. Акционерное общество Бальзаки Барбье обогатилось третьим компаньоном Жаном Франсуа Лораном. На средства, которые на сей раз судил госпожа Деберни, приобрели словолитню. Совладельцы объявили о выпуске великолепного альбома, где будут представлены образцы всех типографских литер, виньеток и заставок новой фирмы. Крах не дал им времени даже издать этот альбом. В феврале 1828 года Барбье, почуяв, что банкротство неизбежно покинул приходивший в упадок типографию, и вся ответственность легла на плечи Бальзака. Акционерное общество Бальзаки Барбье распалось. Вместо него было создано новое акционерное общество Лоран, Бальзак и Деберни. Это произошло в ту пору, когда пылки и страсти слишком молодого любовника, брыкавшегося во глоблях верности, заставили глубоко страдать Лору Деберни. Тем не менее, она всегда готова была прийти на помощь Лору Деберни. Госпожа Деберни Бальзаку, если бы ты хоть раз в жизни испытал на миг те муки, какие терзают меня со вчерашнего дня, ты не выказал бы столь суровой и ненужной жестокости. Я не совсем понимаю смысл твоего негодующего восклицания по адресу женщин, но если ты думаешь, что может существовать сердце, которое поклоняется тебе как Богу и при этом не испытывать мук, разлучаясь с тобой, то ты ищешь новый философский камень, о котором мечтают все эгоисты. Дело наше улаживает так, как собирался с самого начала. Я вовсе не претендую на то, чтобы мое имя упоминалось в названии акционерного общества. Она внесла 9 тысяч франков наличными. Общая сумма капитала составляла 36 тысяч франков, из них 18 тысяч франков стоило оборудование, принадлежавшее Жану Франсуа Лорану. Великодушная женщина вела себя весьма отважно, ибо финансовое положение Бальзака становилось все более угрожающим. Он сам должен был акционерному обществу 4500 франков. Почему? Да потому, что слишком много тратил на портного, на сапожника, на обойщика, от одного из самых крупных своих заказчиков, книгопродавца из Реймса, Онере принимал в уплату книги. Они пополняли его лично в библиотеку, но от этого денег в кассе типографии не прибавлялось. Окончательная катастрофа казалась неотвратимой. Между тем, Бернард Франсуа, обладавший столь же богатым воображением, как и его сын, трубил победу. Онере продвигается вперед с быстротой молнии. За каких-нибудь 15 месяцев он обзавелся типографией с 15 печатными станками, получил патент как владелец книгоиздательства, которое помещается рядом с типографией, и уже приобрел словолитню, куда будут обращаться со своими заказами другие типографы. Если только он не заболеет, то за 5-6 лет сколотит себе состояние. Он будет этим обязан своему таланту, своей несравненной энергией и тому, что я ссудил ему 50 тысяч франков. Уже одно это скажет вам, что я иду на все ради детей. Однако факт и упрямая вещь. Бальзак Теодору Даблену Марк 1828 года «Я пропал, милый дядюшка, если только вы не выручите меня. Тысячефранковый кредитный билет, последняя моя надежда, уплыл из моих рук нынче утром, когда пришлось произвести неожиданный платеж. Сейчас, когда я вам пишу, я благополучно заканчиваю месяц, но завтра мне рассчитываться уже нечем. Я располагаю отсрочкой до 8-ми вечера, а потом все будет кончено. Прошу вас, подумайте обо мне, не найдете ли вы способ раздобыть эти проклятые полторы тысячи франков. Правда, они лишь половина того, что мне нужно, но достаньте хотя бы их. Вчера я исчерпал все свои возможности, я снова зайду вечером в половине седьмого, ведь у вас так много друзей и знакомых, может быть, вам удастся найти эту сумму». Вскоре Бальзак, неотступно преследуемый кредиторами и рабочими, которым не платят жалования, спасается бегством к латушу. Словолитня, единственное стоящее предприятие фирмы, была перепродана. Бальзака сменил в качестве ее владельца сын его возлюбленной Александр де Берни, а она выдала онере расписку в погашении 15 тысяч франков долга. Что касается типографии, то с ней пришлось распрощаться. Родители Бальзака желали любой ценой спасти своего старшего сына от банкротства. Точнее, госпожа Бальзак, иногда проявлявшая к нему ледяную холодность, но в трудную минуту неизменно приходившая на помощь, попросила безведома мужа, которому исполнилось уже 82 года, своего кузена Шарля Седье, человека волевого и опытного, взять на себя это нелегкое дело, чтобы избежать бесчестия. Седье уговорил Барбье стать единоличным владельцем типографии, которая была оценена в 67 тысяч франков. Барбье обязался уплатить эту сумму кредиторам. Родители «Айнерэ» приняли на себя все остальные долги. Таким образом, у Бальзака, после того, как он на три года окунулся в реальный мир, теперь не было ни словолитни, ни типографии, ни книгоиздательской фирмы, ничего. Да он еще задолжал родным 45 тысяч франков. Сумму по тем временам огромную, особенно для людей его круга. Зато он приобрел бесценный опыт, понял, что такое денежные операции, какие смертные муки испытывает затравленный разорившийся коммерсант, понял, что такое крах всех начинаний. Профессия определяет образ мыслей человека. Контора стряпчего и фирма потерпевшая банкротство наложили неизгладимый отпечаток на творчество Бальзака. Тем временем в небесном семействе разразилась другая драма. В Виль-Порези распространился слух, будто одна из местных девиц забеременела от 82-летнего Бернара Франсуа. Она, по крайней мере, так утверждала, и госпожа Бальзак, который сам факт очень мало трогал, опасалась, как бы слишком прыткий старец не стал предметом шантажа. За несколько лет до этого Бернар Франсуа с присущей Бальзаком откровенности писал своей дочери Лори, «У меня молодая, красивая и пылкая любовница, с которой я привык, она для меня источник радости, я не чувствую своих 77 лет, вот каковы мои любовные дела». Надо сказать, что и они входили в рецепт долголетия. Вспоминал ли Бернар Франсуа о том, что он некогда сочинил памятную записку о постыдном распутстве, причиной, коего служат юные девицы, обманутые и брошенные в жестокой нужде? Госпожа Бальзак просила поддержки у Лоры Сюрбиль. С большими предосторожностями я хлопочу о продаже дома в Вильпорези, однако ваш отец полностью изменил свое решение. Потребуется вся ваша ловкость, чтобы вновь заманить его в Версаль. Надо запугать его, сделать так, чтобы он боялся вернуться в Вильпорези, отбить у него всякую охоту даже показываться там. Очень было бы кстати умно составленное анонимное письмецо из Мелена или Мо. Но должен ли он получить его до своей поездки в Версаль? Думаю, что да. В Версале такое письмо уже ничего не даст. С другой стороны, нужно, чтобы письмо прибыло в последнюю минуту, когда он не успеет до отъезда повидаться с этой особой и не услышит ее объяснений. Впрочем, первоначально твой отец решил оставаться здесь до 10 июля, однако за такой короткий срок трудно найти покупателя на дом. Но ведь никаким другим способом его извиль по резине увезешь. А если он окажется тут во время родов, его как следует облопошит, от старика чего угодно добьются, играя на его самолюбии и страхах. Семейство бальзаков переселилось в Версаль. Теперь они жили на улице Морепа в доме номер два неподалеку от Сервили. Он мог в волю размышлять о любви и о стариках. Годы ученичества были для него горькими, но весьма поучительными. Неудачи не сломили его гордости. Он сохранил способность встречать бурю с высоко поднятой головой. Его черные глаза сверкали как угли на изныренном с заботами лице. Пусть его порою омрачала грусть, когда он вспоминал о своих неудачах, но в глубине души бальзак не сдавался. Однажды, проходя по Вандомской площади в обществе Пепена, Леолера и Теодора Даблена, он и реп равнявшись с колонной заговорил о том, кем он станет в один прекрасный день. Он не отказался ни от одной из своих дерзновенных надежд. Даблен заметил, что почести и богатство меняют людские сердца. Бальзак отвечал, что он никогда не изменит своим привязанностям. Побежденный он думал только о грядущих победах. Мысленно он жил в будущем, триумфальном будущем, населенном гуриями, усыпанном сокровищами. Примечание, поравнявшись с колонной, имеется в виду колонна на Вандомской площади, воздвигнутая в 1806 году в честь побед наполеоновских войск. Колонна была увенчана статуей Наполеона. Во многом этим и объясняются его житейские неудачи. Разве имели для него значение какие-то жалкие кредиторы, когда он, читая труды по истории, разом обозревал века, а изучая геологическую теорию Кювье парил над бездной тысячелетий. Счастливые для себя минуты он искренне воображал, что обладает сверхъестественной силой. Больше, чем когда бы то ни было, он утверждал единство мира. Если звуковые волны от выстрела из пистолета на берегу Средиземного моря докатываются до побережья Китая, то с еще большим основанием можно предполагать, что наша воля оказывает физическое воздействие на окружающие существа и предметы. Тайное устремление Бальзака могло бы удовлетворить только всемогущество волшебника из тысячи одной ночи. Но, как в свое время говаривала его мамаша, он рассчитает себя либо всем, либо ничем. Когда Бальзак бросал беглый взгляд на разрушение, причиненное его кратким опытом коммерческой деятельности, то в мимолетном порыве самоунижения он иногда считал себя ничем, а для человека, осознававшего себя всем, это было невыносимо. Возвращение к серьезным занятиям Произведение созревает в душах так же таинственно, как трюхели на благоухающих равнинах Перегора Бальзак. В 1828 году Бальзак дышит, как загнанный зверь. Он бежал из дома на улице Моресен-Жермен, который осаждает кредиторы. Пусть кузен седеё возится с ликвидацией дел, этими надлежит заниматься людям недалеким. В беде Латуш проявил себя с лучшей стороны, он гостеприимен, хотя и подружески насмешлив. Он предлагает Онаре приют и старается, правда, безуспешно, продать ценные бумаги, предоставленные госпожой де Берни, которая в полном отчаянии от того, что Бальзака постигла такая неудача. Мать Онаре на сей раз не без основания тормошит сына. Он должен пойти к кузену седеё, чтобы, по крайней мере, подписать бумаги. Между тем, преданный Бальзаку Сервиль снял для него квартиру в доме номер один по улице Кассини возле обсерватории и даже уплатил за три месяца вперёд. В те времена квартал обсерватории находился, казалось, чуть ли не на краю света. За домом тянулся люксембургский сад, огромный, как лес. Среди полей пролегал бульвар Монпарнас с его кабачками, увитыми зеленью, беседками и качелями. Это уже не Париж, и в то же время ещё Париж. Местность имеет что-то общее с площадью или улицей, с бульваром, с городским укреплением, с садом, с проспектом, с проезжей дорогой, с провинцией и со столицей. Действительно, со всем этим здесь есть какое-то сходство, и всё-таки здесь нет ни того, ни другого, ни третьего. Это пустыня. Разочарованный и нуждавшийся в тишине и одиночестве, чтобы работать без помех, Бальзак поселился тут, словно надеялся похоронить свою печаль в этих затерянных улочках, изрытых глубокими колеями. Дом стоял в переулке, в самом конце аллеи обсерватории. В нём было два флигеля. Сервиль снял для своего Шурина третий этаж в одном из них. Оба флигеля, расположенные между двором и садом, соединяла застеклённая галерея, служившая прихожей. Низкая каменная ограда, на которой стояли вазы с цветами, отделяла двор от сада. Всё владение было обнесено железной решёткой. На стене, окружавшей один из домов на улице Кассини, виднелась вывеска «Абсолют торговец кирпичом». Латуш, верный своему пристрастию к старинной мебели, тканям, изящным безделушкам, и на этот раз вызвался помочь Бальзаку. Обставить его жилище галерея. Латуш и общий их друг Оже сами обили стены блестящим голубым клинкором, переливавшимся как шёлк. Надо сказать, что Бальзак, пошедший было ко дну, быстро вынырнул на поверхность. Он не только перестал думать о своих долгах, но все его помыслы были заняты теперь лишь одним, как элегантнее обставить квартиру. Он передвинул перегородку, заставил тщательно вымыть деревянную обшивку. За сорок франков он купил три коврика, за сто франков стоячие часы на жёлтой мраморной подставке, в своём рабочем кабинете он поместил книжный шкаф красного дерева, на полках там красовались великолепные книги, некоторые словарь, Беля и Тысяча и Одна ночь были переплетены ТВНМом. «У меня нет роскоши», писал он сестре Лори, но обставлена со вкусом и во всём гармонии. Какой человек, сидя в светлой галерее, обитой весёленьким перкалем в белую и голубую полоску, в состоянии думать о кузене Сидиё и его зловещем балансе? Слева за драпировкой притаилась небольшая дверь, она вела в ванную комнату, стены которой были оштукатурены под мрамор. Сама ванна также была отделана под мрамор. Свет проникал сюда сквозь высокое и широкое окно с красными матовыми стёклами, проходя сквозь них солнечные лучи казались розовыми, рассказывает Верде. Ванная комната точно у хорошенькой женщины, белорозовая спальня, залитая ровным светом, отливала золотом. Прямо спальня юной новобрачной, герцогине пятнадцати лет. Возле изголовья кровати, скрытой складками драпировки из белорозового муслина, находилась потайная дверь. Через неё, пройдя по чёрной лестнице, можно было попасть прямо в сад. В рабочем кабинете лежал толстый пушистый ковёр, узор его был выткан на чёрно-синем фоне. В шкафу стояло множество книг в переплётах из красного софьяна с гербом бальзака в Дантрак. На этажерке чёрного дерева лежали красные картонные папки с золотыми литерами. На верхней полке виднелась гипсовая статуэтка Наполеона Первого. К ножном шпаге был прикреплён листок бумаги со следующей надписью «То, чего он не довершил шпагой, я осуществлю пером — оноредо бальзак». Он готовил декорации для будущих шедевров. Примечание. Бальзак в 1830 году стал утверждать своё родство с маркизами Бальзаками Дантраг. Он заказал себе карету с гербом Дантрагов, прибавив к нему новый девиз «Днём и ночью». Наконец, для того, чтобы обитатель этого очаровательного жилища соответствовал обстановке, Бальзак заказал у портного Бюйсона улица Ришелье, дом номер 108, 29 апреля чёрные выходные панталоны стоимостью 45 франков и белый пикейный жилет за 15 франков, 23 мая синий сюртуг из тонкого сукна за 120 франков, тиковые панталоны цвета маренга за 28 франков, светло-коричневый пикейный жилет за 20 франков. В его безумствах было даже нечто героическое. Он словно говорил, «Мои кредиторы вопят, кузен их усмиряет, семья наша разоряется, а я трачу деньги». Но кто же будет расплачиваться? Проще всего было спортным бюйсоном. Этот образцовый поставщик принимал векселя Оноре, разрешал их без конца переписывать, он верил в будущее своего гениального клиента. Преданный поклонник Бальзака, он до такой степени был ослеплён его пылом и остроумием, ему так льстили похвалы заказчика, что порой он даже рассчитывался с кухаркой Оноре и принимал участие в невероятных деловых начинаниях Бальзака, которого называл «мой клиент, мой соотечественник и почти осмеливаюсь сказать «мой друг». Что же касается торговцев мебелью, то Латуш выдавал дружеские векселя и сам входил в долги, чтобы спасти своего собрата. Кроме того, Латуш помогал устраивать в газеты и журналы статьи, которые писал Оноре. В его поведении причудливо смешивались великодушие, кокетство и мизантропия. «Человек, вы обещали прийти проведать своего больного собрата. Вы не пришли. Это в порядке вещей. А я, стараясь нескать ваше благоволение, хочу вам сообщить, что рукопись, которую вы мне оставили, уже у господина Каннеля. Он, радея о ваших интересах, пришел за нею сам. Прощайте, человек, радости вам и здоровья». Удобно устроившись за красивым письменным столом, забыве думать о своих плачевных делах в силу чудесной способности отвлекаться от действительности, Бальзак вновь ощутил горячее желание писать. Но за что приняться? Он приступал ко множеству произведений и ни одного не заканчивал. Он упоминает о каком-то романе об истории раннего христианства. По его словам, он так уж устроен, что его воображение начинает работать только в том случае, когда другой автор, пусть даже второстепенный, дает ему толчок. В первые годы творчества роль другого автора играли попеременно то Матюрен, то Пеголя Брен или Дюкре Дюминиль. Они вдохновляли его на мелодраматические романы, где непременно присутствует вечное трио «Жертва, изверг и спаситель». Они привили ему вкус к замкам с привидениями и полными опасностей подземельями. Латушу ставили в большую заслугу то, что он, дескать, направил Бальзака на путь Вальтера Скотта и Фенемора Купера, на путь близкого к реализму исторического романа. Но нужен ли был для этого Латуш? Все знакомые Бальзаку издателей — Мам, Гаслен, Сотле — выпускали книги Фенемора Купера. Бальзак восторгался им. «Вот бы вести жизнь магиканина», писал он Виктор Ратье. «О, как глубоко я постиг натуру дикаря! Я отлично понимаю корсар, вискатели приключений, людей, восставших против общества». Описывая в Уэверли и других своих ранних романах «Прошлое Шотландии», ее обычаи, жителей, повседневную жизнь, Вальтер Скотт подал великий пример. Он не просто создавал исторические романы, он писал социальные исследования. «Местный колорит играл только роль декорации», пишет Морис Бардеш. В центре картины находились персонажи весьма знаменательные, которые Бальзак позднее назовет социальными типами. Шотландский помещик, деревенский пастор, вельможа, живущий при дворе, мелкий сельский дворянин, сторонник правящей династии и сторонник претендента на престол, папист, камеронец, школьный учитель, контрабандист, служитель закона. Не просто персонажи романа, каждая из них представляет определенную социальную категорию, игравшей важную роль в обществе, без них невозможно понять жизнь Шотландии. Примечание камеронец, представитель религиозной секты в Шотландии, основанной Ричардом Камероном, умер в 1680 году и выступавший против англиканской церкви и вмешательства короля в дела религии и церкви. Для Бальзака, внимательного читателя Бифона, было увлекательно наблюдать, как романист в своей области проделывает такую же работу по классификации. В каком-то внезапном озарении он вдруг понял, что можно воссоздать в серии романов всю историю Франции. Но он не желал стать просто подражателем Вальтера Скотта. Он мог сделать больше и, быть может, лучше. Если вы не желаете быть лишь слабым отголоском Вальтера Скотта, вам надо бы не подражать ему, как вы это делали, а создать собственную манеру письма. Чтобы обрисовать ваших героев, вы, как и он, начинаете роман с пространных разговоров. Когда ваши герои наговорились вдоволь, тогда только вы вводите описание и действие. Борьба противоположных начал, необходимая для драматизма в любом произведении, у вас оказывается на последнем месте. Переставьте в обратном порядке условия задач. Замените бесконечные разговоры, красочные у Скотта и бесцветные у вас, описаниями, к которым так склонен наш язык. Пусть ваш диалог будет необходимым следствием, венчающим ваши предпосылки. Вводите сразу в действие. Беритесь за ваш сюжет то сбоку, то с хвоста. Короче, обрабатывайте его в разных планах, чтобы не стать однообразным. Применив к истории Франции форму драматического диалога шотландца, вы будете новатором. У Вальтера Скотта нет страсти, или она неведома ему, или запрещена лицемерными нравами его родины. Для него женщина воплощенный долг. Героини его романов, за редкими исключениями, все одинаковы. Все они, как говорят художники, сделаны по одному шаблону. Они все происходят от Кларисы Горлоу. Его женские образы являются воплощением одной и той же идеи, и поэтому он мог показать только образцы одного типа, различной, более или менее яркой окраски. Женщина будет страсть и вносит в общество смятение. Формы страсти бесконечны. Описывайте человеческие страсти, и вы будете располагать теми огромными возможностями, от которых отказался этот великий гений, ради того, чтобы его читали во всех семьях Чопорной Англии. Так говорит Даниэль Д'Артес Люсьену Дэрю Бампре, другими словами, Бальзак Бальзаку. И для Оноре это мудрый совет. Пространные разговоры не были его сильной стороной. Чтобы подкрепить характеры своих героев, ему нужен был прочный фундамент в виде дома, города или доктрины. Перед романистом стоят совсем иные задачи, чем перед драматургом. Автору пьес, чтобы жили его персонажи, нужны живые актеры, выбранные им самим. Правдоподобие достигается их присутствием. Бальзаку предстояло утвердить себя глубиной описаний. Лестница в его произведениях не просто лестница, а совокупность причин, которые сделали ее именно такой, а не иной. Ученик Лафатера он будет рисовать портреты мужчин или женщин, но постарается, чтобы волнующие их страсти осветили для читателя эти внешне непроницаемые образы. Бальзак покажет вам, как возник тот или иной город, как он рос, расскажет, почему каждый квартал имеет свой особый облик, который зависит одновременно и от исторических событий, и от рельефа почвы. Ему предстояло стать величайшим новатором и историком современных нравов. Но разве мог он не попытать сперва счастье в жанре модного в ту пору исторического романа? Сен-Мар Виньи появился в 1826 году. Виктор Дюго пообещал Гаслену собор парижской богоматери. Бальзак вынашивал план двух исторических романов. Действие первого из них, командир пушкарей, должно было происходить в 15 веке. Действие другого романа «Молодец» развертывается в эпоху совсем близкую во время войны против Шуанов. Латуш не имел никакого отношения к выбору этого сюжета, который Бальзак уже давно обдумывал. Многие книги, мемуары оставшихся в живых участников событий, труды историков, письма о бестоках мятежа Шуанов были посвящены этой живописной и драматической эпопее. Некоторые из них Бальзак приобрел, другие брал в Королевской библиотеке. Сначала он предполагал написать пьесу «Картина частной жизни», однако материал был слишком богатый, он так и просился в роман. С одной стороны синие республиканцы, позднее бонапартисты, с другой белые шуаны, полудикие крестьяне в козьих шкурах, которыми командовали возвратившиеся из Англии эмигранты-роялисты. Действие должно было развиваться на фоне ландов, поросшей дроком песчаной равнины. Будут тупи засады на лесной опушке и старинные замки, где держат военный совет и где завязываются любовные интриги с отважными амазонками. На заднем плане будут показаны противостоящие друг другу сельские дворяне, стремящиеся вернуть себе утраченные земельные владения и городские буржуа, намеревающиеся сохранить их за собой. Чем усерднее читал исторические труды Бальзак, уединившись в своем спокойном и уютном флигеле на улице Кассини, где его отвлекали от работы только нежные визиты госпожи де Берни, приходившей сюда пешком с улицы Анферсон-Мишель, где она теперь поселилась, тем яснее он понимал, что наконец-то нашел подходящую тему для своих замыслов. Чтобы та или иная эпоха могла стать основой для исторического романа, она должна несколько отойти в прошлое, пусть даже не очень далекое. Однако порою десять лет могут состарить нации больше, чем целый век. Падение Наполеоновской империи превратило события этого периода в историю. Вместе с тем восстание шуанов происходило так недавно, что сохранились в живых некоторые его свидетели. Сам Бернар Франсуа был в 1795 году чиновником в Бресте. Бальзак часто слышал рассказы отца о том времени. Еще до 1825 года он набросал несколько эпизодов нападения на дильжанс, любовный роман, переплетенный с военными действиями, рассказ о похищении сенатора роялистами. К 1827 году уже существовала рукопись романа «Молодец» и план введения к нему. Введение это открывалось эпиграфом, взятым из Ревароля. Примечание Ревароль Антуан 1753-1881 годы французский писатель и журналист в разжебной революции. «На наших глазах столько великих людей было позабыто, что ныне нужно предпринять нечто поистине монументальное, дабы сохраниться в памяти человеческой». Примечательные слова, ибо они доказывают, что еще в годы неудач Бальзак мечтал воздвигнуть долговечный монумент. Затем следовала биография вымышленного автора, потому что Онаре пока еще не собирался подписывать роман «Молодец» собственным именем. Он придумал себе новый псевдоним Виктор Марион. Читатель узнавал, что этот молодой автор родился в Вандоме, науком его обучал бывший монах Оратерианец, и подросток не слишком бы продвинулся в знаниях, если бы не его непомерное пристрастие к чтению и размышлениям. Мы сразу замечаем, что перед нами двойник Бальзака, наделенный, как и его создатель, даром ясновидения. Виктор Марион объясняет своему наставнику, что, гуляя среди полей или сидя в своей крытой соломой лачуге, он в изобилии вкушает все радости жизни. Он рассказывал об удовольствиях, доставляемых человеку огромным богатством, и делал это необычайно красочно, говорил об опьянении, охватывающем его вихре бала, когда он любуется обнаженными плечами женщин, их нарядами, цветами, бриллиантами, танцами, их чарующими взглядами, описывал свои роскошные апартаменты, свою обстановку, тонкий фарфор, прекрасные полотна, изысканные рисунки на шелковой обилке и коврах, расписывал во всех подробностях великолепные экипажи, арабских и других чистокровных скакунов, коими владел трости и драгоценности, принадлежащие ему, хотя сетчатка его глаз никогда не отражала ни одного из перечисленных предметов. Виктор Марион видел мысленным взором ту жизнь, о которой мечтал и сам Бальзак, грезивший о восточной роскоши, о дворцах и гаремах парижского султана, владеющего всем, чем жаждал обладать молодой человек, которому была недоступна роскошь и красота, всем, не исключая пушистых ковров и тростей с набалдашниками и украшенными драгоценностями. Наставник из-под тишка наблюдал за своим учеником и находил, что тот лишен скромности, но вместе с тем и тщеславия, что о себе он говорит, как бы наблюдая самого себя со стороны, что он сдержан, серьезен, но одновременно непосредствен, пылок и весел, куст ждал своего садовника. Виктор Марион так и не родился на свет. Бальзак наконец отважился стать самим собою и подписать роман «Молодец» собственным именем. Сюжет ему был уже совершенно ясен. Не хватало непосредственного знакомства с краем, с пейзажами. Ничто не может заменить этих живых впечатлений. Когда романист своими глазами видит место действия, его герои ведут себя более естественно. Он рассчитывал на друзей, живших в краю шуанов. Читатель верно не забыл, что в Туре семейство Бальзаков поддерживало близкие отношения с префектом, генералом де Померелем. Он умер в 1823 году, но сын покойного Жильбер, также генерал в отставке, проживал в Фужере. В городе у него был великолепный дом. Кроме того, ему принадлежали два замка и обширные земельные владения. Фужер находился в самом сердце того края, где действовали шуаны. В 1828 году почетный кузен Сидио ликвидировал наконец дела Бальзака и он решил написать генералу. Бальзак генералу де Померелю 1 сентября 1828 года. Мое небольшое состояние пошло прахом. Я упал с облаков на землю. Финансовые бури, которые сотрясают деловой мир Парижа, вынудили меня отказаться от дальнейшей борьбы. Благодаря преданности отца и доброте матери, нам удалось спасти честь семьи и наше доброе имя. Но для этого пришлось пожертвовать и моим собственным, и их состоянием. Продав дело, я полностью расплатился с долгами и теперь к 30 годам мое единственное достояние мужество и незапятнанное имя. Я рассказываю вам, генерал, об этих печальных событиях только потому, что возникли особые обстоятельства, связанные с моими новыми планами. Я решил опять взяться за перо, и быстрое воронье или гусиное крыло должно отныне дать мне средства к жизни и помочь расплатиться с матушкой. Вот уже месяц, как я работаю над историческими трудами. По частейшей случайности мне указали на один исторический факт, который произошел в 1798 году и связан с войной шуанов и вандейцев. Он послужит основой для произведения, которое я легко напишу. Для этого не понадобятся никакие изыскания, надо только познакомиться с местами, где будут происходить события романа. Я тотчас же вспомнил о вас и уже решил было попросить приюта недели на три. Муза, ее рожок, есть бумаги и сам я не слишком обременительный, но затем я подумал, что, пожалуй, окажусь для вас обузой. Так вот, генерал, знайте, что походные кровати, тюфяк, стол, если только он походит на всех четвероногих и не хромает, стул, да, крыша над головой, это все, чего я прошу. Разумеется, я надеюсь также на ваше столь чудесное и дорогое для меня доброжелательство. Это было милое письмо, продиктованное молодостью и доверчивостью. Генерал Депо Мирель ответил, жду вас. Бальзак немежко сел в Держанс, отправлявшийся в Британь. В Алансон он прибыл вечером и остановился в гостинице Мавр, которая ему была уже знакома. Гуляя по городу, он обратил внимание на стоявший на улице Вальнобль старинный особняк, словно олицетворявший собой незыблемость провинциальной жизни. Образ этот навсегда врезался в его память. По дороге из Алансон в Фужер он внимательно вглядывался в окрестные пейзажи, и они словно отпечатывались в его мозгу. Наконец он прибыл к Памерелям. Баронесса, которая была намного моложе своего мужа-генерала, встретила Онере очень любезно. Поначалу супругов несколько смутил жалкий вид путешественника и его дрянная шляпа. Но их беспокойство быстро рассеялось. Когда гость снял эту дрянную шляпу, они увидели очень живое и веселое лицо, высокий лоб, словно озаренный светом, и темные глаза, где вспыхивали золотистые искорки. Онере так занимательно рассказывал о своем путешествии, что генерал и его жена смеялись до слез. Между хозяинами гостем сразу же установились дружеские отношения. Госпожа де Померель и ее горничная Луиза решили подкормить исхудавшего путешественника. Бальзак окрестил хозяйку дома леди кормилица. Он любил свою комнату, зеленый столик, за которым работал, с таким увлечением, что Луизе, входившей со словами «кушать подано», с трудом удавалось оторвать его. В столовой рядом с его прибором всегда стояли баранки и масло. Неизменная мягкость госпожи де Померель врачевали раны его измученного сердца. Каждое утро он, в сопровождении хозяина дома отправлялся знакомиться с окрестностями. Он обозревал пустынную равнину, порушую дроком и ярко-желтым утесником, любовался лесами в позолоченном осенью уборе, разглядывал гору Пелерину, где в пору гражданских войн была устроена знаменитая засада. Он входил в дома, выспрашивал людей, изучал нравы и обычаи. Писатель может и должен выдумывать, но отправляться следует от правды. Генерал рассказывал ему о гражданских войнах, о нападении восставших крестьян на фужер. Он познакомил Бальзака с несколькими еще живыми участниками былых событий, подробно описывал фанатичных священников аббата Берние, аббата Дюваля. Из двух этих фигур романист слепил образ свирепого Гюдена. Каждый день после обеда Бальзак садился за рукопись «Молодца» и работал над нею, обогащая всем тем, что услышал и увидел. Госпоже Де Памерель не нравилось название книги, и она убедила автора изменить его. После долгих поисков Бальзак нашел другое название «Шуаны» или «Британь 30 лет назад». Затем он придумал новый вариант «Последний Шуан или Британь в 1800 году». Так назывался роман в первом издании. Работал он с увлечением, чувствуя, что наконец-то ему удается сплавить воедино романтику и действительность, историю и вымысел. Но само обилие образов, событий, персонажей подавляло автора, ему с трудом давалась композиция книги. От Латуша приходили негодующие письма. Он возмущался долгим отсутствием Монере. Латуш Бальзаку 9 октября 1828 года. Фужер город насчитывающий 7200 жителей. Суд первой инстанции, фабрика сырового полотна, кожевенный завод на реке Коэнон. 3 градуса 36 минут западной долготы, 48 градусов 20 минут широты. Вот он, укромный романтический уголок, который избрал для себя местом изгнания мой безрассудный друг. Как это далеко от улицы Анфер, от улицы Сент-Онере. Денежные траты, ночью проведенные на кожаном сидении дирижанца, головная боль, ссадины на заду, и ради чего все это? Возвращайтесь же домой со своим шедевром или без зоного. Со дня вашего отъезда я ни разу не улыбнулся. Латуш сердился на своего собрата за то, что он забрался бог знает куда, в захолустье, и живет там вдали от предметов первой необходимости, иначе говоря, новых романов. Пусть бог вдохновения покарает вас. Госпожа Доберни тоже страдала, но говорила она об этом с любовью. Госпожа Доберни Бальзаку. Добрый вечер, милый котик. Скоро уже десять часов, и мне радостно думать, что ты в эту минуту выводишь на бумаге ласковое словечко «киска», которое мне так приятно слышать или читать. Мой обожаемый, мой любимый, позволь твоей кошечке примаститься у тебя на коленях, позволь ей обвить рукой твою шею и склони свою милую голову к ней на плечо. Но только не засыпай, нет, и чтобы эта мысль не пришла тебе на ум, я дарю тебе один из тех поцелуев, которые так хорошо нам знакомы. Какая прелестная картина, и как чудесно было бы, если бы она могла в этот же миг стать реальностью. Я так боюсь, что ты еще надолго там задержишься, и все-таки, если тебе хорошо и ты работаешь, я должна быть довольна. Милый, рассудок мой во всем тебе послушен, но сердце подобно избалованному ребенку, и она отказывается добровольно соглашаться на лишение, которым его подвергают. В конце октября Онре вернулся к себе на улицу Кассини. Он просил Латуша прийти к нему с несколькими страницами романа Фраголетта, причудливого произведения о неаполитанце Гермофродити, ворчливый доброжелатель Бальзака уже давно трудился над этой книгой, а сам Он Онре прочет другу сцену из Шуанов. Хорошо приду, ответил Латуш, я буду у вас на улице Кассини, но только между пятью и шестью часами. Надеюсь, что, уделив минут десять Фраголетти, вы поднесете мне новый плод четвертой долю той груши, которая созрела, едва успела расцвести. Чтение Бальзака имело огромный успех. Брюзга Латуш пришел в восторг, и вещь совсем уж удивительная сказал об этом слух. Разумеется, можно было внести еще немало улучшений, как человек со вкусом он сделал несколько замечаний, но роман следовало публиковать. Латуш Бальзаку Что до вашей книги? Допустим, выходит, сотню раз выходит. Чему мне твердить вам одно и то же? Ради Бога, не подумайте, что я отказываюсь и дальше слушать чтение отрывков из нее. Для меня это всегда удовольствие, да и польза, но я жду продолжения. Не станем без конца склонять слово муза. Я охотно даю советы тем, чей талант ценю. Я испытываю к ним признательность и тут же говорю, как бы я сам поступил, выслушав тот или иной совет. Но уж если я подал на стол бычий Бог целиком, то не стану затем подчивать гостя тонкими ломтиками мяса. Довольно, довольно, вы просто дитя. Если бы я умел заклинать духов, то непременно бы это сделал сейчас, ибо, судя по той неожиданной и совершенно необъяснимой медлительности, с которой наш хватанре обычно пекущий роман как блины по четыре штуки за полтора месяца доделывает своего шуана, я полагаю, что в этом шуане сам черт сидит. Эх, право же, не терпится мне увидеть вашего маркиза, изданным в четырех томах, в красивом синем переплете и с изящными заставками. Не довольны ли вам корпеть над этим романом? Мы станем продавать его как хлеб. Мы станем продавать его. Дело в том, что Латуш взял на себя переговоры с Юрбеном Канелем относительно издания шуанов. Почему он так поступил? Бальзаки сам хорошо знал Канели. Он питал слабость к жене книгопродавца. Он называл госпожу Канель мисс или мисс Анна. И любил гладить ее по роскошным волосам. Но Канель не хотел покрывать все расходы по изданию. Латуш принял их на себя. Принесла ли ему книга прибыль? Или же напротив он разделил убытки вместе с Канелем? Известно одно. За первое издание романа Бальзаку была предложена тысяча франков. Правда книгу выпустили в количестве тысячи экземпляров. После их распродажи автор вновь получал право собственности на свое произведение. Латуш Бальзаку А теперь если только вы не самый неисправимый хвостун среди хвостунов строящей воздушные замки в стране Химер приходите с бумагами в руке или с обещаниями на устах. Мы готовы подписать с вами контракт. Вести переговоры с Бальзаком не так-то просто. Затратив немало труда человек добирался через весь Париж на улицу Кассини. Но Норэ там не было. Большую часть времени он проводил в Версале у родителей или сестры где стол и кров ничего ему не стоили. Что было делать? Ехать к нему туда? Куда как приятно тащиться в Версаль за здорово живешь? Писать на стене флигеля бранные слова? Слабое утешение. Бальзак вечно жалуется на нехватку денег. Но кто в этом виноват? Латуш Бальзаку 30 ноября 1828 года. Сегодня 30 ноября. Ваше положение такое же, каким оно было 15-го. Но почему, собственно, вас это огорчает? Вы все тот же. Поселились на улице Кассини, но там никогда не бываете. Ходите куда угодно, но только не туда, где вас ждут контракты, дающие деньги на жизнь. Вы влезаете в долги ради ковров, шкафа красного дерева, книг в таких богатых переплетах, какие нравятся только глупцам, никому ненужных часов, гравюр. Вы заставляете меня бегать, высунув язык по всему Парижу в поисках канделябров, которые стоят потом у вас без свечей. И в то же время у вас никогда не найдется в кармане 30 су, чтобы приехать навестить больного друга. Тому, кто продает себя бойщику на два года вперед, место в Шарантоне. Можно чувствовать себя хорошо и на чердаке с мебелью из некрашенного дерева, питаясь черствым хлебом и общаясь с друзьями, которым не нужно проделывать 11 лье для того, чтобы вас ободрить, похвалить и развеселить. Но вы сами этого хотите. Хотел ли этого Онере? И чего он вообще хотел, он и сам толком не знал. Примечание Шарантон Больница для умолешенных в пригороде Парижа. Бальзак Латушу Дорогой друг, я во всем полагаюсь на вас. Подпишите договор за меня, предоставляя вам полную свободу действий. Поступайте во всем по своему усмотрению. Онере был в такой растерянности, что даже написал Латушу о своем согласии поселиться вместе с далеку от Онэ. Латуш Бальзаку Кто станет доставлять все необходимое для двух людей, живущих в доме, расположенном в лесу? Кто станет стелить постель, готовить завтрак и обед? Может быть, вы? Да вам целого дня не хватит, чтобы поддерживать дом в порядке. Боже правый, ведь мы уже на следующий день выколем друг другу глаза. Улица Анфер, Фужер, Версаль, Онэ, что это вам право на месте не сидится. Вас бы прогнали из любого племени кочевников, как немыслимого непоседа. Ага, Анфер не захотел бы взять вас себе в спутники. Письмо заканчивалось предложением Латуши купить у Бальзака всю рукопись в подготовленном для печати виде. Заплатит он недорого, но зато наличными. Латуш, человек здравомыслящий, отлично видел, что Бальзак нуждается в звонкой монете. И у него было достаточно вкуса, чтобы понимать, каким редкостным талантом наделен его друг. К сожалению, этот выставлял Латуши немало неприятностей. Наконец, 15 января 1829 года договор был подписан, аванс выплачен. Оставалось только получить от автора рукопись, за которой он держался так цепко, как держится участник конкурсного экзамена за свое сочинение, упорно надеясь сделать из него шедевр. Первые лучи славы Любовный пламень так не согревает, как согревают первые лучи славы. Вовенарк Последний шуан позднее роман получил другое название шуаны книга необычная. Белые и синие роялисты и республиканцы сражались с яростным ожесточением и убивали друг друга, как убивают зайцев. На чьей стороне был сам Бальзак? По воспитанию и семейным традициям он, казалось бы, должен тяготеть к синим. Его друг бонапартист Померель без сомнения описывал ему синих с большей симпатией. Отряды синих представляли собой регулярные части, ими командовали кадровые офицеры. Белые сражались как магикане. Однако Бальзак никого не судил, он только описывал. Для него, как и для Гегеля, Ван Дея была примером трагического в истории. Шуаны герои, пришедшие слишком поздно, ими движут благородные, но устаревшие идеи. В густых зарослях и на песчаных равнинах мелькают грозные тени. Полицейский сыщик Корантен пользуется услугами падшей женщины Мари Де Верней. Влюбившись в человека, которого она должна выдать, Мари вместе с ним идет на смерть после полной сладострасти и отчаяния брачной ночь. Роман заканчивается выразительной картиной. Безобидный крестьянин бредет через площадь, ведя за собой на веревке корову. Это знаменитый «Крадись по земле», некогда один из наиболее свирепых шуанов. Быть может, Померель, проходя мимо рынка, указал на него своему гостю. Самые прекрасные пелоги рождаются из таких вот случайных встреч. Молодой автор знает, что он наконец-то создал свой первый роман. Закончилась карьера бакалавра Ораса де Сентобена. Закончилась так и не начавшись жизнь мертворожденного Виктора Мариона. Роман Шоан будет подписан «Оноре Бальзак». Вот почему автор хотел видеть его совершенным. На книге получилось тяжеловесное, как ему казалось, и первый вариант его не удовлетворял. Он испещрял корректуру поправками и дополнениями. Латуш, принявший на себя расходы по изданию, приходил в ярость. Все эти помарки, исправления и переделки стоили очень дорого. Чем черт побери, вы забиваете себе голову. Оставьте темное пятнышко под левой груди вашей возлюбленной, ведь это же родинка. Бальзак попросил месяц для окончания книги. Через полтора месяца он все еще работал над нею. Кроме того, он требовал экземпляры для родных, для госпожи Доборни, для супругов Померелий. Это было естественно, но Латуш злился. Если бы я мог предвидеть, что расходы вырастут на пятьсот франков, да еще придется бесплатно давать экземпляры из моей тысячи, поверьте, я ни за что бы не связался с этим делом. А ко всему еще он теперь совсем не видел Бальзак. Не могу допустить, что вы дуетесь. Человек воспитанный может вспылить, но никогда не позволит себе дуться. А воспитанный человек был занят тем, что извещал друзей о выходе своей книги. Бальзак генералу барону де Померель 11 марта 1829 года. Что это я говорю «моя книга»? Она в какой-то мере и ваша, ибо, по правде сказать, составлена из множества занимательных историй, которые вы так чудесно и с такой щедрости рассказывали мне за стаканчиком восхитительного графского вина, коим так вкусно было запивать баранки с маслом. Вы найдете там все, начиная от песенки «Пришла пора красавица» и «До башни мелузины». И все это принадлежит вам, как и сердце автора, его перо и самые теплые воспоминания. Надеюсь, что госпожа де Померель посмеется, прочитав некоторые подробности касательно масла, кувшинчиков, смолистых свечей, изгородей и плетней, а также описание того, как трудно порой попасть на балу. Все это она найдет в моем романе, если ей удастся дочитать его до конца не заснув. Я принял во внимание, что вашей очаровательной жене не понравился первоначальный заголовок романа «Молодец», и он изменен. роман появился в марте 1829 года. Латуш поместил в газете «Фигаро» благоприятный отзыв, его примеру последовали другие, но об успехе говорить было нельзя. Книга не продавалась. Латуш Бальзаков 15 апреля 1829 Своей легкой руки на вас просто сыплются хвалебные статьи. Возможно, роман начнут в конце концов покупать, но пока что у меня нет больше ни денег, ни совести для вас. Мы ведь теперь с вами вовсе не видимся. Это в порядке вещей. Так вот, любезный мой друг, разве я был не прав, приведя вам однажды свое любимое изречение «Человек, который к тридцати годам не стал мизантропом, а родился на свет бессердечным. Прощайте, эгоист». Прошло восемь месяцев, и Юрбен Канель продал всего 450 экземпляров. Латуша с грустью подводил итоги. Он даже не вернул издержек. Когда немного позднее появился его роман «Фраголетта», Бальзак опубликовал в «Меркюр» почти враждебную и уже во всяком случае весьма сдержанную статью. Он говорил в ней о Неаполе, о Везувии, о восемнадцатом Брюмера, но не давал никакого представления о самом произведении. Об авторе романа Бальзак писал «Мы слышим горький смех человека, не верящего ни в счастье, ни в свободу. Его душе есть нечто от Вольтера и от лорда Байрона. Пусть тот, кто отважится, займется разбором книги. Я на это не решаюсь. Лаконизм господина де Латуша слишком походит на молнию. Он вас ослепляет, и вы уже толком не знаете, куда вас ведут. Причем, каково бы ни было мое собственное мнение, книга эта наделает шума, у нее не будет недостатка ни в похвалах, ни в критике. Ни один недоброжелатель не мог бы сильнее уязвить автора, и Латуш негодовал. Какой он все же эгоист этот Бальзак. А тут еще Шарль Сиди-йо, человек необыкновенно педантичный, со слишком уж непомерным рвением следил за тем, чтобы все до последнего векселя, выданные его родственнику, были оплачены, даже дружеские векселя де Латуша. Это просто неслыханно. А еще порядочные люди. Побойтесь Бога, господин Сиди-йо. И в приступе благородного негодования Латуш восклицал. Да пропадена пропадом эта улица Кассини. Пусть дьявол навеки вечный не спошлет ее обитателям перезрелых любовниц, черствый хлеб, железной вилки, отвратительной развязки произведений и полной ложного пафоса предисловия. Говоря по правде, бывшие друзья начинали ненавидеть друг друга. Сжиманный, аккуратный, скрупулезный Латуш приходил в ужас от бесцеремонности Бальзака, от его резких манер, неуклюжей, массивной фигуры. Бальзак любил грубые шутки, скабрезные истории. Латуш поджимал при этом губы и умолкал. Хорошо знавшая обоих писателей Жорж Сант говорила, «Я всегда считала, что Латуш вкладывал слишком много настоящего таланта в свои речи. Бальзак вкладывал в них только сумасбродство. Он щедро разбрасывал то, чем обладал в избытке, но тщательно берег свою глубокую мудрость для собственных произведений». Латуш говорил Бальзаку, что тот в своем литературном тщеславе доходит до шутовства. Бальзак возражал, «Стало быть, если человек не умеет излагать свои мысли так остроумно и изящно, как это делаете вы, из этого следует, будто он тщеславен. Господи, сколько же на свете тщеславных людей, ибо многие из моих собратьев выражают свои мысли не лучше, чем я». Что касается Шуана, то в один прекрасный день я опубликовал эту книгу на свой страх и риск и потерял много денег. Сам я ничего не делал для того, чтобы продать хотя бы один экземпляр. Не появилось ни одной строки объявлений. И тем не менее, мой типограф продал 400 экземпляров. Выходит, вы еще более несчастливы, нежели я, ибо о вашем произведении было несколько статей, а разошлось всего 300 экземпляров. Чтобы книга раскупалась, нужна хорошая статья сразу в трех газетах и статья, помещенная на видном месте, чтобы ее прочел весь Париж. Только в этом случае, а не иначе, Шуан будет распродан. И пусть я сквозь землю провалюсь, если во мне говорит тщеславие. Шуан и в самом деле не имел успеха у широкой публики, зато нашел себе читателей, пусть немногих, но сумевших оценить его по достоинству. Он раз знал, что отныне для нескольких знатоков он будет автором Шуана. Сюрвиль познакомил Шурина со своими бывшими соучениками, окончившими политехническое училище. То были преподаватели военного училища в Сен-Сири, неподалеку от Версали. Майор Карро и артиллерийский капитан Переола, храбрый и порядочный человек. Бальзок отлично чувствовал себя в обществе этих образованных людей, которым нравился Шуан. Они делились с ним воспоминаниями о военных походах и о своем пребывании в плену. Госпожа Зюльма Карро, урожденная Туранжен, женщина высоких моральных качеств, мужественная и стоическая, сделалась самым верным его другом. Она слегка прихрамывала, лицо ее дышало энергией и страстью. Кокетство ей не было свойственно вовсе. Бальзак делал Зюльме скромные подарки, экран для свечей, спичечницу, но надеялся, что она найдет им место у себя дома в поместье Фрапель близ Судена. Жить в памяти человека с прекрасной душой — вот одна из самых любезных моему сердцу иллюзий. Но это не было иллюзий. Зюльма Каро, и в самом деле обладавшая возвышенной душой, угадывала в Бальзаке великого человека, изнемогавшего под грузом мелочных забот. Только в Сен-Сири он порой забывал о них. От своего отца Ремид Туранжена, помощника мэра города из Судена и по-настоящему благородного человека, Зюльма унаследовала свободолюбивые идеи XVIII века. Все в этой буржуазной и обеспеченной семье были республиканцами. Два брата Зюльмы сделали с депутатами. Ее муж, майор Каро, отказался голосовать за пожизненное консульство. Он попал в немилость. Муж и жена питали к Бальзаку самую сердечную привязанность. Между тем, в небесном семействе дела шли не слишком-то хорошо. Бернар Франсуа плохо перенес перемену обстановки. Оторванный от вильпорези и своих старческих привязанностей, он медленно угасал. Никогда не признававший докторов и сам себя лечивший старик, тяжело заболел. В конце апреля 1829 года врачи объявили, что Бернар Франсуа, надеявшийся прожить до 100 лет близок к смерти. В него нашли абсцесс печени, который необходимо было вскрыть. Госпожа Бальзак не без оснований возмущалась тем, что Аннере живет в роскоши. Она не могла постичь, как этот человек, который всем должен, и прежде всего ей может еще покупать себе мебель, драпировки и дорогие безделушки. Лора вступалась за брата. Да он приобрел шкаф красного дерева, да он велел переплести свои книги в софьян, но ведь он готов продать их, если этого хочет мама, только тогда ему придется брать книги в королевской библиотеке, и расходы по доставке значительно превысят сумму, какую можно выручить от их продажи. Что еще? Несколько локтей драпировочной ткани, немного бахромы, ковер, какие пустяки. Нет, право, он не чувствует за собой никакой вины, и так страдает от этих постоянных упреков. Для того, чтобы писать, он нуждается в монастырской тиши и покое. Но что может быть естественнее, если в короткие промежутки между трудами он хочет отдохнуть от привычного аскетизма в обстановке некоторой роскоши? В часы работы художнику нужен только чердак да кусок хлеба, но после долгих странствований мыслей, после уединенной жизни в волшебных дворцах, населенных созданиями его фантазий, он больше, чем кто бы то ни было нуждается в развлечениях, созданных цивилизацией для богачей и бездельников. Одна только Лора, да, может, Сюрвиль понимали его. В пору безрадостного детства между братом и сестрой возникли необыкновенно прочные узы. Бальзак Лорис Сюрвиль 11 февраля 1829 года Среди моих горестей одна мысль, словно мысль о далекой возлюбленной, всегда дарует мне утешение. Вот только что, подойдя к камину, я сделал непроизвольный жест рукой, похожий на взмах крыла, такой привычный у тебя, когда ты довольна собою, какой-либо остротой, мыслью, чувством, чем угодно. Тогда я подумал о тебе и воскликнул «Стой! Надо написать ей и сказать, что я ее очень люблю и Сюрвиля тоже. Вот я и пишу». Эта братская привязанность была нежной как любовь, но и любовные дела он и рэшли своим чередом. После двух лет разлуки, на которые он согласился по настоянию Лоры де Берни, Бальзак вновь вернулся к герцогине Добронтеф. Как и большинство мужчин, он был не в силах противостоять соблазну. Виделись они тайком, в уединенном флигеле в Версале. Облокотившись на подоконник, они вместе любовались чудесными колдовскими звездами и наслаждались величавой тишиною, не сходившей на душу. Мягкие летние ночи милы любовникам. Как все стареющие женщины, она говорила о своих горестях, о том, что к ней до времени пришло увядание о разбитых надеждах. Меланхолия весьма действенная форма кокетства. Как все молодые люди, он рэ утешал герцогиню. Сам не веря тому, что говорит, он утверждал, будто многие женщины, которым гораздо больше лет, чем ей, вновь живут прекрасной сладостной жизнью. Она укоряла его за то, что он принес ее в жертву ради своих старых оков. Он произносил торжественные и лживые клятвы, обещал видеться с ней чаще, но прибавлял «надо только, чтобы моя сестра ничего не узнала». В самом деле, с тех пор, как госпожа Доберни так великодушно поспешила на помощь Онере, она вновь вошла в милость ко всем членам семейства Бальзаков и теперь нередко приезжала в Версаль к Лоре, а Онере не желал причинять госпоже Доберни огорчений. 52 года она все еще оставалась страстно влюбленной. Ах, как она отличалась теперь от той великолепно владевшей собой и чуть насмешливой женщины, какой была в начале их связи. Ныне она любила своего слишком молодого возлюбленного с безумным пылом. Она восхищалась его нарождавшимся гением. Госпожа Доберни Бальзаку «О, мой дорогой, мой божественный, все, что я могу, это пребывать в экстазе, погружаясь в свои воспоминания. Как передать тебе до чего я счастлив? Чтобы понять, ты бы должен был познать самого себя. А это невозможно. Главное же, тебе невозможно постичь, что ты значишь для меня. Если бы в безумных грезах у меня явилось желание быть любимой так, как любят лишь на небесах, и если бы это желание полностью осуществилось, то даже тогда мое блаженство ничего бы не стоило в сравнении с тем, какое даруешь мне ты. А что бы мне такое сделать? Где найти силу, могущество, все, что мне необходимо, все, чем я хотел бы заплатить за такую любовь? Вчерашний вечер, один только вчерашний вечер, дороже для меня, чем десять веков. Тебе мой привет, любовь и хвала. В другой раз она писала «Уже расцветает, прими же мой привет, милый, прими от меня привет, мой нежный властелин». Одного только она не понимала. Как может человек с такой возвышенной душой скрывать что-либо от той, которая обожает его? Она знала, что она раз снова видится с герцогиней Добрантес. Сидя на кушетке на этом священном ложе, он отвечал «Как можешь ты требовать лора, чтобы я разум порвал с нею? Как могу я не заплатить свой долг особе, которая готова все сделать для меня?» Но разве он Ре не было иного долга, более настоятельного по отношению к бедной подруге, поддерживавшей его в трудную пору своим присутствием, ласками и своим состоянием? «Добавлю еще одно, мой дорогой, мой милый, по совести говоря, я не верю, что эта женщина может и хочет быть тебе полезной. Она не захочет этого, ибо, живя в Версале, ты не добьешься успеха, а согласиться на то, чтобы ты жил вдали от нее, в столице, она, думаю, не пожелает». На священной кушетке Он Ре готов был обещать все, что угодно, однако предоставленный самому себе отправлялся в Версаль и работал там над рукописями герцогини, которая вознаграждала его на свой лад. Бедная Лора приходила пихком на улицу Костени, и соседи сообщали ей, что Бальзака нет дома. Она наказывала его церемонным «Вы». «Очень прошу вас сообщить, могу ли я, невзирая на солнце или дождь, прийти на улицу Костени в три часа? Прощай, милый, прощай». Моралист осудил бы такое проявление неверности, такую ложь. Бальзак это оправдывает. Человек, превративший свою душу в зеркало, где отражается целый мир, неизбежно оказывается лишен того рода логики, того упрямства, которое принято называть характером. Он немного беспутен, он увлекается как дитя всем, что его поражает. Он может любить свою любовницу до обожания и покинуть ее без всякой видимой причины. У первобытных народов ясновидящие, барды, импровизаторы считались существами высшего порядка, а у нас едва вспыхнет свет, его спешат погасить, ибо принимают за пожар. Бальзак требует права на непостоянство. Короче говоря, он различал два вида любви и еще третий, где они переплетались. В молодости приятели, с которыми он встречался в кафе, привили ему вкус к сомнительным любовным похождениям. Природа наделила нас желанием, надо поститься как можно меньше. Любовью следует заниматься в согласии с законами общества, не выпуская из рук кодекса и следуя этикету. К ней нужно относиться как к танцам, пению или фехтованию. Любовь такого сорта уже по самой своей природе неверна. Она готова удовольствоваться любой доступной женщиной с белорозовым телом. Но вожделение и страсть это еще не любовь. Мужчины и женщины могут, не боясь обесчестить себя, питать страсть к нескольким людям сразу, ведь так естественно стремиться к счастью. Но подлинная любовь всегда одна в жизни. Эту единственную любовь он испытывал к госпоже де Берни. Одновременно чувственная, благоразумная и нежная, она была для него точно ангел, сожжетший с небес. Она угадала его талант, помогла ему сформироваться, направляла его. Не будь этой женщиной, гений Бальзака быть может никогда не расцвел бы. И он это знает. Его любовь, Клорида Бернис, соткана из чувственности и подлинного чувства. Когда дело касается чувственности, он не слишком постоянен, но чувство его неизменно и верно. Помимо этой прекрасной, на все же земной любви, Бальзак мечтает о чем-то уже совершенно неземном, женщине, которая, не требуя ласк, была бы беззаветно преданной сестрой милосердия, заботящейся о гении. Но ведь женщина тоже не ангел и не зверь, плоть ее также предъявляет свои права. И даже удивительной самоотверженности госпожи Деберни не может преодолеть ни присущий человеческой натуре антагонизм между чувственной любовью и любовью духовной, ни антагонизм между страстью к женщине и жаждой созидания, раздирающей душу художника-творца. Всякая женщина, которая любит художника, обрекает себя на муки, рано или поздно она их испытает. Бернар Франсуа скончался 19 июня 1829 года. Он, в свою очередь, попал в число дезертиров Тантины Ла Фаржа. Полагая себя бессмертным, старик вложил все свое состояние в пожизненную ренту, и его вдова оказалась в тяжелом финансовом положении. Извещение о смерти было подписано Сюрвилем и Монзеглем. Быть может, он, Ре, его, видимо, не было в Париже, работал в поместье Булоньере под Немуром. Госпожа де Берни, которую ничто больше не удерживало в Вильпаризи, арендовал и теперь это поместье. Возможно, он приезжал в столицу и присутствовал на погребальной церемонии в церкви Сен-Мэри. Париж Онере отнюдь не походил на Париж его родителей, с которым он сталкивался в юности. Долгое время Бальзаку был знаком только узкий мирок столицы. Его собственная семья, Буржуа из квартала Маре, судейские нуждающиеся журналисты, дисконтеры и растущики. Дружба с Латушем, успех, который имели Шуану у знатоков, открыли перед ним двери нескольких известных домов. Каждую среду по вечерам у художника Франсуа Жерара, в такой же мире светского человека, как и артиста, не только обольстительного, но и обольстителя, Бальзак встречал людей из парижской элиты. Эжена Делакруа, Давида Данже, Ари Шефер, доктор Корева. Он написал беседу, происходившую между одиннадцатью вечера и полуночью в этом салоне, где собирались поэты, ученые, государственные деятели, дэнди и прелестные женщины. При свете ламп несколько живописцев работали, прислушиваясь к разговорам. Перед глазами у них всегда была готовая картина. А Бальзак, наслаждаясь минутами, когда искрометная полная противоречия беседа уступала место рассказам, запечатлевал в своей памяти интересные истории. Примечание Делакруа Делакруа Эжен 1798-1863 годы известный французский художник, глава романтической школы в живописи, автор картины «Свобода на баррикадах». Бальзак познакомился с Делакруа в 1829 году, он посвятил ему повесть «Златоокая девушка». Давид Данже Пьер Жан 1783-1851 годы выдающийся французский скульптор. В 1844 году он закончил бюст Бальзака в мраморе, который стоял в доме Бальзака на улице Фортьюне. Бронзовая копия этого бюста установлена на могиле Бальзака на кладбище Перлаше. Шофер Ари 1795-1858 годы художник, один из зачинателей романтического направления в живописи. Он описал беседу «Между одиннадцатью вечера и полуночью». В сборнике «Темные рассказы» 1832 год, в котором участвовали Бальзак, Шаль и Рабу, были напечатаны 12 коротких рассказов Бальзака под общим заглавием «Беседы между одиннадцатью часами вечера и полуночью». Новеллы, романы сами собой зарождались в его мозгу. Художник не посвящен загадку своего мышления. Он не принадлежит себе, он игрушка высшей степени своевольной силы. Однажды он не напишет ни строчки, а если попробует, то не он будет держать перо, а другой его двойник, его созий, тот, кто ездит верхом, сочиняет каламбуры, у кого ума хватает лишь на сумасбродные выходки. Но вот вечером посреди улицы, утром, в час пробуждения, пылающий уголь коснется его мозга, его рук, его языка, приходит труд и разжигает огонь в горне, экстаз творчества заглушает жестокие муки рождения. Случается, что в одном человеке как бы живут двое, шутник и поэт. Бальзак отлично сознавал эту двойственность. Примечание Созий, персонаж комедии Мольера Амфитрион, 1668 год, слуга и двойник фиванского военачальника Амфитриона. Бальзак не принадлежал к новому в то время движению романтизму, но близко соприкасался с ним. 10 июля 1829 года он был приглашен на чтение драмы Марион де Лорм. Ее автору Виктору Гюго исполнилось всего 27 лет. У него была очаровательная жена и трое детей. Своим молодым собратьям он уже казался учителем. На чтении пьесы присутствовал Альфред де Виньи. К этому времени он написал Элоа Сен-Мар и сделал вольный перевод от Элло. Гюго окружали его более молодые, но уже известные коллеги Мериме Сен-Беф Мюссе. Прославленный Александр Дюма, автор пьесы Генрих Третий и его двор, в возбужении размахивал большущими руками. И среди них он, бедный Бальзак, который только-только успел похоронить Ораса де Сент-Абена. Никакая школа его не поддерживала. Недкорослый Сент-Беф, лукавый критик, вертевшийся около великого Гюго, игнорировал автора Шуанов. Бальзак поспешил посмеяться над этими сценами литературной жизни, словно боялся, что они вызовут у него желание расплакаться. Жалкий слушатель, впервые допущенный к этой социальной мистерии, как будете вести себя вы? Рукоплескать? Кричать «Браво?» Герзкий критик. Вы пропали, если нанесете такое оскорбление. У вас есть только один способ выразить свою хвалу и забросить то задыхающееся молчание, когда останавливаются слова в горле, ибо хочется сказать слишком много. Если же вы представлены завсегдатаем салона, у вас есть еще одна возможность подойти к нему со слезами признательности на глазах и горячо пожав ему руку проговорить «Спасибо, друг мой! Спасибо!» Это тонко, это заметно и не лишено изящества. Чтение продолжается. «О, здесь нечто мавританское!» говорит тот. «О, это Африка!» восклицает этот, и вместе с тем Испания прибавляет другой. В этом стихе чувствуются минореты. Это подлинная гренада, это подлинный восток. Даю честное слово. При мне об Африке и Испании было сказано «это подлинный восток». Чудесно и грандиозно это наименьшее, чем вы обязаны элегии из пятнадцати стихов. Если же речь идет о драме, это история в действии, это открывается будущее, это мир, это вселенная, это Бог. Между тем герцогиня Добронтес нашла себе временное пристанище в Аббэй-Обуа, мирной и спокойной обители, монахини, которые поселяли в особом корпусе, отделенном от монастыря знатных дам, искавших уединений. Здесь царила жившая в скромной квартирке госпожа Рекамье, разоренная, но все исчислаившаяся своей красотой, верностью, ставшая всеевропейской знаменитостью. Примечание Рекамье Жюльетта 1777-1849 годы, жена банкира, хозяйка влиятельного монархического салона, была выслана Наполеоном Первым из Франции, вернулась во времена реставрации. В ее салоне при монастыре Аббэй-Обуа собирались писатели. Быть принятым божественной Жюльеттой в ее жилище на четвертом этаже значило удостоиться величайшей милости. Казалось, волшебные чары феи облегчают подъем по крутой лестнице. Здесь собирались люди самые разные. Шоттебриан встречал тут Денджамина Констана и Ла-Мартина, герцогиня из Сен-Жерменска в предместе учтиво беседовала с герцогиней Наполеоновской империи, госпожа Добрантес ввела сюда Бальзака. Внимательно присмотритесь к этому молодому человеку с пылающим взглядами черными как смоль волосами. Обратите внимание на его нос, а главное на рот, когда какая-нибудь лукавая мысль приподнимает уголки этого рта. Что видите вы в этом зоре? Разит ли он презрением насмешкой? Или же в нем светится доброта, когда он обращен на друзей? Этот молодой человек господин де Бальзак ему только тридцать лет, а из-под его пера вышло уже немало произведений. Этьен Делеклюз, который находился в Абэй-Обуа в тот день, когда там был принят Бальзак, всю жизнь не мог забыть ту наивную почти ребяческую радость, какую выказал Неофит. Этому человеку пришлось собрать остатки своего рассудка, чтобы не броситься в объятия всем присутствовавшим. Такое преувеличенное выражение радости могло бы показаться смешным, но искренность чувства тронула Делеклюза, он уселся рядом с Бальзаком и нашел, что тот весьма остроумен. Страстное желание попасть к госпожере Камье и долгое ожидание этого дня оправдывали непомерную радость Оноре. Примерно в то же время Бальзак познакомился с Фортьюне Гамелен. Эта щеголиха времен директории могла порассказать ему о своих бесчисленных романических приключениях. София Ге, в салоне которой блистали молодые романтики, также принимала Бальзака. Он обязан ей множеством забавных историй и тонких наблюдений. Ведь в свое время она не смутилась при встрече с самим императором. Вам говорили, что я не люблю умных женщин. Да, государь, но я этому не поверила. Примечание. Делеклюз Этьен 1783-1863 писатель, журналист, критик, сотрудник влиятельных журналов Revue de De Monde, журналь De De Ba, выпустил в 1862 году книгу «Воспоминания за 60 лет». Ге, Софи, 1776-1852 годы, французская писательница, мать, писательница и журналистки Дельфины де Жерарден. В 1829-1830 годах Бальзак постоянный посетитель литературного салона Софи Ге. О Софи Ге шутили, что у нее все выходит хорошо. Книги, дети, варенье. В ее салоне и в салоне графини Мерлен, возлюбленный приятеля Бальзака Филаретта Шаля, он начал встречаться с представителями света, то есть двух или трех тысяч лиц, которые знакомы между собой, бывают друг у друга и, обладая необходимым досугом, уделяют очень много внимания чувствам. Бальзак испытывал одновременно простодушную радость от того, что его принимают и даже приглашают некоторые из этих избранных, и острую горечь, ибо он угадывал, что его только терпят. Я страдал всеми фибрами души, страдал так, как только может страдать человек, лишь изгой до женщины умеет остро наблюдать, потому что их все ранит, а душевные страдания обостряют наблюдательность. Юные щеголи в желтых перчатках, любовники этих земных богинь, свысока смотрели на плохо одетого или слишком разодетого чужака, а он, меряя взглядом фатов, оценивал их и завидовал им. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова